Продолжение следует... Трех верных. В них нашли итальянские адреса и план Парижа с обозначением зенитных орудий. Бретель негодовал, арестовывают честных французов. На следующее утро верных освободили. Жена Бретеля плакала. Они придут сюда. Бретель отвечал, молись. Кто знает, может быть, маршал Петен спасет Францию. На улицах показались беженцы. Растерянные они бродили возле вокзалов. Они глядели на Парижан пустыми невидящими глазами. Шум живого города не доходил до них. Напрасно шоферы гудели, ругались. Беженцы не слышали, как будто в их ушах засели другие страшные голоса. Измученные женщины садились на тротуар. Прохожие окружали их, разглядывали, спрашивали, откуда. Война представлялась с Парижаном бесконечно далекой. Газеты писали о битвах за полярным кругом. Только беженцы вносили беспокойство. Они бормотали, ненцы убивают. Еле выбрались. И полиция отгоняла любопытных. Зачем слушать страшные небылицы? Люди поосторожней уезжали к родственникам в провинцию. Другие продолжали работать, торговать, развлекаться. Печать обсуждала, нужно ли открыть кабаре, закрытой в первые дни тревоги. Старики успокаивали молодых. Отгонят, как в четырнадцатом. Виар не верил ни в гений Петена, ни в линии Вейгана, ни в чудо. Он был занят упаковкой своей коллекции. В квартире с раннего утра раздавался стук молотков. Приходили и уходили рабочие. Только судьба картин занимала теперь Виара. Нежностью провожал он каждое полотно, уходившее в темноту ящик. Потом равнодушно просматривал газеты. Он понимал, что все проиграно, ему было скучно досматривать эпилог. К скуке примешивалась злоба. В глазах Виара, обычно меланхоличных и приветливых, теперь вспыхивали злые огоньки. Ему не дали спокойно закончить трудную жизнь. Он не знал, кого винить, и ненавидел всех — немцев и долозьетты, стаи коммунистов, англичан и бездарных генералов. Проходя мимо заколоченных ящиков, он думал о будущем. Что станет с его домиком в Авалоне? Видел беседку, обвитую глициниями, игру солнечных пятен на ярко-рыжем песке. Париж пропал, но вдруг немцы пойдут дальше? Нет, этого не может быть. Сдадут Париж, пустят на три дня немцев. Придется удовлетворить их прусское честолюбие, а потом подпишут мир. В конечном счете Эльза-Слотарингия, мяч его перебрасывают. На 20 или на 40 лет Страсбург станет немецким. Зато будет мир. Но тревога не унималась. А что, если Черчилль заставит Рейно воевать и после падения Парижа? Мы теперь английский доминион. Дойдя до этого, Виар кашлял и злобно глядел на своего лакея, на рабочих. Что им? Работают, воруют, веселятся. Увидав Тесса, он повеселел. Его обрадовало, что Тесса измучен, не брит. Значит, и Тесса плохо. Что же, пусть расхлебывает. Тесса начал с сенсацией. Когда мы ввели в кабинет маршала Петена, мы думали, что этим разрешим все спорные вопросы. Но положение с каждым днем все усложняется. Я должен тебе сообщить страшную новость. «Бельгийский король капитулировал!» Тесса впился глазами в Виара, тот равнодушно протирал стеклышки Пенсне. Он даже не предупредил генерала Бланшара. Положение армии трагично. Ты понимаешь, какая это низость? Его отца Альберта называли королем-рыцарем, а Леопольд войдет в историю как олицетворение коварства. Виар спокойно ответил. Король по-своему прав. Что же ему оставалось делать? В известных обстоятельствах капитуляция акт героизма. А ты подумал, какие условия нам продиктует Гитлер, если и мы проявим этот героизм? Он может потребовать Эльзас, он может даже оккупировать Лиль. Надо было думать раньше. Я не хочу быть придирчивым, но ты ничего не сделал, чтобы предотвратить разгром. Я от тебя предупреждал за полгода до войны, что доводей исключительно непопулярен. Вы сдали без боя все позиции. Поражение было подготовлено еще в Мюнхене. А ты тогда входил в кабинет. Который ты, кстати сказать, поддерживал. И потом, если говорить о причинах разгрома, следует вспомнить забастовки в 36-м, 40-часовую неделю. Кто разрушил промышленность? А Испания? Блюм восстановил против нас Муссолини? Вы озлобили Франко? Потом помогли Франко победить? Трудно придумать что-нибудь бессмысленней. Часа кричао, казались волнения последних двух недель. Виар говорил отрывисто, глухой голос походил на лай. Долго они обвиняли друг друга, вспоминали парламентские интриги, необдуманные декларации, голосования. Теса опомнился первый. Напрасно мы ругаемся. Это все нервы. А время страшное, нужно схватиться. Я пришел предложить тебе войти в кабинет. Райно готовит сюрприз. Министерский кризис произвел бы плохое впечатление за границей. Поэтому мы решили сделать все по-семейному. Прежде всего, нужно выкинуть до ладья. Этот осел чуть было не погубил Францию. Намечены и другие перемены. Уйдет Саро. Приглашают Будуэна, Прово. Это деловые люди. А ты нам дорог как совесть нации. И потом ты порука, что с нами рабочий класс. Виар насмешливо улыбнулся. Ты его считает простачком. Войти в правительство накануне капитуляции. Ведь это значит скомпрометировать себя, зачеркнуть 50 лет борьбы за идеалы. Зачем? Чтобы ты сказал, Виар тоже подписал. Нет, на это он не пойдет. Благодарю тебя, Ирой, но я тронут, очень тронут, но министерский портфель я не приму. Моя партия уже представлена в правительстве. Никто не посмеет сказать, что социалисты уклоняются от ответственности. А меня право и не выносят. Да и в Англии предпочтут кого-нибудь помоложе. Я буду только балластом. Теса спорил, уговаривал. О, Гюст, ты не можешь отказаться. Мы на краю пропасти. Гибнет все, что нам дорого. Франция, парламентская система, идеи, которые мы впитали с молоком матери. Теса растрогался от своих слов, помнил смерть о Мали, недавнюю встречу с Денис, беженцев, карта Непетена, который на все отвечает слишком поздно. Его голоса послышались слезы. Виар почувствовал облегчение. Он, однако, не удовлетворился этим, хотел добить Теса. О каких идеях ты говоришь? У нас разные мировоззрения. Конечно, твои идеи потерпели банкротство, поскольку ты цеплялся за экономический либерализм. А я иду в ногу с веком. Что несет Гитлер? Социализм, конечно, сильно искаженный, я сказал бы, сшитый на немецкий вкус. Но если мы возьмем национал-социализм и дополним его моралью Сен-Симона, Прудона, наших синдикалистов, мы получим нечто реальное и в то же время глубоко французское. Теса перестал слушать. Пора доктринах его не прелющал. Он вдруг заметил беспорядок в кабинете. Сундуки, ящики. Ты уезжаешь? Виар смутился. Да. То есть, лично я остаюсь. Я выпью чашу до дна, но я отправляю картины. Я не вправе рисковать моей коллекцией. Здесь ведь собраны вершины французского гения. Государственные системы могут гибнуть, но нельзя допустить, чтобы от дурацкой бомбы погибли шедевры искусства. Виар проводил гостя до передней. Прощаясь, Теса вдруг обиделся и сказал, «Я вот действительно остаюсь в Париже, что бы мне ни грозило. У меня нет коллекции, и я должен думать о Франции». Меже не поддался панике. Он продолжал работать, как обычно. Только на ночь принимал веронал, чтобы не проснуться от грохота зениток. Его холодное лицо, он походил скорее на немца или на шведа, нежели на уроженца Леона, сохраняло улыбку. Это был здоровый, красивый мужчина, заботившийся о своей внешности. Чтобы не потолстеть, он играл в теннис. В его пышной квартире царила торжественная тишина. В кабинете не было ни картин, ни безделушек. Напротив письменного стола стоял бронзовый бюст Наполеона. В библиотечном шкафу несколько справочников лежали на пустых полках. Меже не любил читать. Зато он ценил музыку, особенно его трогал Бах. Он говорил, это заменяет мне религию. Он вырастил двоих детей. Сын недавно окончил инженерное училище. Желая избежать кривотолков, Меже его отправил в армию, в штаб Леридо. Дочь вышла замуж за крупного финансиста, в короткий срок скупившего все никелевые акции. Жила она в Швейцарии. Меже знал шесть языков. Много ездил. Повсюду он чувствовал себя дома. Говорил, что ему одинаково нравится и курица с бамбуком в шанхайском ресторане и фрукты Калифорнии, и алжирский плов, кускус. Он не интересовался техникой и доверял инженерам, но внимательно следил за мировыми ценами на сырье, за насыщенностью того или иного рынка. Дела он делал повсюду. Был заинтересован и в химической промышленности Германии, и в норвежском азоте, и в платине Чако. Десер он считал невеждой, дилетантом. Такой мог выдвинуться только в послевоенные годы, среди распада. Внешность Десера, его простонародные повадки и небрежность костюма заставляли Мже брезгливо улыбаться. Закат Десера несколько утешил Мже. В событиях есть логика. А время тяжелое. Конечно, дела идут хорошо, но что будет дальше? Истощение воюющих сторон не предвещает ничего отрадного. В случае поражения предстоит смута. Может быть, революция? В случае победы выдвинутся люди вроде Десера, Калифа на час. Мже гордился своим происхождением. Его дед владел двумя третями железнодорожной сети, а прадед-банкир был описан бальзаком. Война казалась Мже пережитком далеких времен. К патриотическим тирадам он относился с иронией. Конечно, насмешку он умел скрывать, чтобы не обидеть других. Так он никогда не вышучивал своей жены, верившей в лордские чудеса. Он пожимал плечами средневековье. Но давал ей деньги, которые она тратила на содержание различных часовен. Мже считал, что война была законной, когда нации жили с замкнутой жизнью. Но теперь интересы народов переплелись. Американцы не могут жить без английского каучука. Немцам нужна нефть. Они зависят от Детардинга или от большевиков. Французы зависят от всех. К чему же воевать? Если бы Европой правили не безумцы, но деловые люди, вроде Мже, можно было бы договориться? В первых дней войны Мже не верил в победу союзников. Сомневался он и в немецкой победе. Говорил себе, на этом выиграет третий. Он пытался остановить машину. Ездил в Мадрид, разговаривал с немцами. Зимой ему казалось, что рассудок возьмет верх. Но события развернулись иначе. Ушел Чемберлен, затравили Бонне. И вот настал май. Пока не поздно, нужно одуматься. Спасти то, что еще можно спасти. Франция проиграла войну. Когда-то эти слова потрясли бы всех. Для француза Франция была вселенной. А теперь... Конечно, Гитлеру приходится считаться с настроением немцев. Они мстят за Версаль. Но Гитлер умница, и потом все это вопрос чувств для слезливых особ. Де руляды, слава богу, вывелись. Франция задолго до войны потеряла свое место. Плаксы поревут и успокоятся, а страна залечит свои раны. И когда генерал Пикар задыхает, сказал, но то, что вы предлагаете капитуляция, мы же ответил, не будем бояться слов. Я предлагаю единственно целесообразное. Тогда произошло невероятное. В чопорном кабинете возле бюста Наполеона генерал заплакал. Понятно, если плачут мединетки, но Пикар не ребенок. Он знал, на что мы идем. Это друг Бреттейля. Он сам много раз говорил, нас разобьют. Почему же он испугался слова капитуляция? Я повторяю, это единственный выход. Судьба Северной армии предрешена. Бельгийцы вышли из игры. Англичане еще разыгрывают неприступных девиц. Но когда немцы налетят на Лондон, добродетель кончится. Нам выгоднее опередить англичан, хотя бы в сепаратном мире. Если мы будем продолжать войну, Гитлер займет Париж, итальянцы, Марсель. А в Лионе будет коммуна. Что важнее сохранить, старые границы или цивилизации? Еще две недели и выступят коммунисты. Все эти месяцы Пикар метался. По десять раз в день менял идеи, то говорил, нас побьют и правильно покончат с позорной системой, то, вспоминая о слабе французского оружия, мечтал, а вдруг победим. Гитлера он уважал, не чувствовал к нему никакой неприязни и немецких эмигрантов презрительно называл перебежчиками. Когда началось наступление, Пикар растерялся. Он отдавал приказы и тотчас отменял их. Кричал, что надо сохранять хладнокровие, но сам смертельно боялся парашютистов. Что, если нападут на штаб? Он запутался в политической игре, обо всем запрашивал Бреттейля. Тот говорил, постарайтесь задержать противника хотя бы на месяц. Мы сбросим Рейно и договоримся с немцами. Пикар отдавал патетические приказы. Солдаты, защищайте каждую пять! Ни шагу назад! Немцы за день продвигались на тридцать километров. Пикар кричал Бреттейлю. «Мы не можем держаться!» И Бреттейль спокойно отвечал. «Я и не думал, что вы удержите!» Однако никто до сегодняшнего дня не говорил Пикару о капитуляции. А мы же ему просто поднес. «Мы должны последовать примеру Бельгии!» И Пикар не выдержал. Заплакал. Несколько успокоившись, он пробормотал. «Они не оставят нам армии!» «Я понимаю, что вам тяжело. Но надо сохранять присутствие духа. В тридцать шестом я думал, что все кончено. Мои заводы были захвачены забастовщиками. И все же я продолжал работать. Армию нам оставят. Может быть, небольшую. Вы будете воспитывать молодых офицеров. Ваши знания не пропадут. У вас боевое прошлое. Вас ценит маршал. Теперь вы можете спасти Париж. Я говорю не о сопротивлении. Конечно, среди министров имеются трезвые люди. Вчера де Монзи предложил начать переговоры. Но Ройно закусил у дела. И потом нельзя забывать о роли Манделя. Это злой гений Франции. Он хочет защищать Париж. А это означает разрушение столицы и невиданную резню. Коммунисты расправятся с внуками версальцев. Так эти господа выражаются. Вы пользуетесь большим авторитетом. Вы должны заявить правительству, что с военной точки зрения защита Парижа утопия. Этим вы окажете великую услугу Франции. Пикар вспомнил яркое июльское солнце, кулаки возле Триумфальной арки, красные флаги. Хорошо. Я выполню мой долг. Мы попытаемся задержать противника. Но если они прорвут линию Вейгана, я выскажусь за отход от Парижа. Город нужно передать противнику в полном порядке. Полиции на постах. Сохранить Париж для детей, для внуков. Охрана военных заводов была поручена Эльзасу Вайсу. Его пригрел Грандель. Вайс действовал энергично. Он предложил префекту послать на заводы агентов. Переодетые полицейские должны были бороться с саботажем. Сыщики ничего не понимали в производстве. Они раздражали рабочих нелепыми замечаниями, окриками, угрозами. Особенно вызывающе вели себя полицейские на авиазаводе МЭЖ. Они арестовали работницу, которая, обозлившись, крикнула «Молодые! Пошли бы лучше воевать! Немцы в БОВЭ! Разве вы не видите, что вы мешаете работать?» В протоколе было сказано, что работница пыталась повредить станок. Был душный предгрозовой день. Белый свет слепил. Все задыхались. На заводе МЭЖ гудели взволнованные рабочие. Немцы подходят к Парижу. Солдаты говорят, что нет самолетов. Богачи удирают. А кто будет расхлебывать? В обеденный перерыв рабочие собрались на пустыре позади завода. Среди шлака цвел курослеп. Рабочие говорили о Гитлере, о шпиках, о близкой развязке. Душой подпольной коммунистической организации был молодой слесарь Клод. На заводе он работал с января, но сразу стал своим. Клода на военную службу не взяли, у него был туберкулез в острой форме. Блеск глаз можно было принять за душевное напряжение. Клод и впрямь горел, но громкое отрывистое дыхание выдавало болезнь. Это был мечтатель, который по ночам глотал книги Толстого и Флабера, Шолохова и Барбюса. Лет пять тому назад он часто ходил в Дом культуры, познакомился там с Люсьеном. Как-то они разговорились. Люсьен твердил о вечной буре. Клод ему робко ответил, я вас уважаю, вы все знаете, но этого мало. По-моему, поэт должен быть честным человеком, правда? Люсьен подумал, мещанин. Клода полюбил Вайян. Прошивал, ты ведь пишешь стихи? Чувствую, что пишешь. Клод молчал. Он вправду писал, но стыдился признаться. Стихи выходили странными. Сам не понимал, почему так пишет. Начинался писание забастовки, но вдруг показывался горячий папоротник в сыром лесу или корабельной снасти. Говорил себе баловство. Два года тому назад он попытался пробраться в Испанию, его задержали на границе и вернули в Париж. Он тогда работал на заводе Сен. Легре говорил, ты наш главный агитатор. Клод умел убеждать людей, хотя казался нерешительным, бесконечно скромным. Разговаривая, он никогда не настаивал. Казалось, он спрашивает собеседника, как быть. В его манере говорить, в неожиданных паузах, в мучительных поисках слов, было нечто детское, глубокое, искреннее. И ему верили. В начале войны Клода арестовали. Он просидел четыре месяца. Выпустили его после врачебного осмотра. Он знал, что не получит работы. Но ему повезло, на заводе мы же набирали токарей. В конторе посмотрели бумаги «Клод Дюваль» и записали. Мало ли Дювалий. Он быстро сколотил подпольную группу. Рабочие обступили Клода. Что он скажет? «Чем Рейно лучше Доводье?» Так начал Клод. «Предадут они нас». Он закашлялся. Один из рабочих сказал, в газетах пишут, будто они хотят защищаться. Пишут, что солдаты не должны больше отступать. А возле Парижа, я сам видел, роют рвы. Если хотят защищаться, мы будем работать. Как дьяволы будем работать, правда? Мы же все равно. Он и с Рейно работает, и с Гитлером. А для меня эти самолеты другое. Можно город спасти от бомб, можно спасти Францию. Я с солдатами говорил, они спрашивают, где же наши авиации? Немцы беженцев расстреливают, а у нас нет истребителей. Мы должны помочь солдатам. Только пусть они уберут шпиков. С этими подлецами нельзя работать, правда? Решили послать делегацию. Рабочие заводы заявляют о своей готовности повысить продукцию и настаивают на уводе полицейских из цехов. Вайс поглядел на Клода и вежливо улыбнулся. «Благодарю. Патриотизм парижских рабочих мне хорошо известен. Каждый лишний самолет приближает час победы. Что касается переодетых полицейских, как вы изволили выразиться, они посланы в цехи с единственной целью — выловить переодетых коммунистов. Надеюсь, вы меня поняли». Голубые глаза Вайса столкнулись с глазами Клода. Клод отвернулся. «Когда ушли делегаты с завода Мэже, пришли другие. Все крупные заводы заявляли о своей готовности увеличить рабочий день и требовали положить конец выходкам полиции». Вайс поехал к Мэже. Хотел предупредить о безъятии ста-14 рабочих. Взглянув равнодушно на список, Мэже сказал. «Специалисты? Впрочем, теперь это не имеет значения. Скажите, кстати, как вы предполагаете провести эвакуацию?» «Рабочих придется выпроводить. Чем меньше их будет в период междуцарствия, тем лучше». «Конечно, но я не хотел бы, чтобы вы эвакуировали оборудование. Это хлопотно и по существу дело бесполезно». Вайс улыбнулся. «Очень приятно, господин Мэже, что вы не поддались панике. Мне приходится все время сталкиваться с людьми, окончательно потерявшими голову. Будьте спокойны, оборудование мы не тронем». Клода успели предупредить. Ворота были заперты. Товарищи помогли ему перелезть через высокий забор. Он услыхал свистки, успел добежать до лачуги. Там жили старьевщики. Среди груды тряпья сидела старуха. Она вскрикнула «Парашютист!» Клод тихо сказал «Молчи, я француз, рабочий!» И женщина его спрятала. Грозы все не было. Клод задыхался в крохотной коморке среди ветоши и пыли. Нужно предупредить товарищей. Он выглянул никого. Добрался до кафе «Отец Южен». Там собирались товарищи. Кафе состояло из двух комнат. Первой была цинковая стойка. Туда заходили случайные посетители, пили пиво, беседовали с хозяином, отцом Юженом. Это был добродушный толстяк в жилете без пиджака с черными густыми усами. Он обожал двух людей, свою жену, усатую толстуху, и Мариса Тореза. С гордостью говорил в 37-м «На велодроме я после митинга подошел к Марису, и он пожал мне руку». Отец Южен знал, что в задней комнате собираются коммунисты. Никого туда не пускал. Говорил, в бильярд занят. А вокруг бильярдного стола в ажиотаже, схватывая Кии, представители районов обсуждали партийные директивы. Когда Клод вошел, он застал жюля с завода «Гном». Потом подошли другие. Все говорили об арестах. Полиция схватила 700 рабочих. Пришла Денис, рассказала о процессе четырех. Приговорили к равстрелу за саботаж. Младшему 18 лет. Их защищал Фероне. Только что я его видела. Он говорит, явная провокация. На суде выяснилось, что взрыв подстроили. Фероне подозревает Вайса. «Страшный человек», — сказал Клод. «Когда мы у него были, он поглядел на меня. Догадался, кто я. И я догадался, кто он. Что делается, Денис? Гитлеровские шпионы у власти». Ей хотелось его приободрить. Не знала, как. Шепнула. «Но народ!» Он не понял, что она хотела сказать, но не переспросил. «Денис ушла. Потом прибежала назад. Клод, я тебе комнату нашла. Там никто не тронет». Тишина и жара вползали в полутемное кафе. Все примолкли. Далекие раскаты зениток приняли за гром. Обрадовались. Потом завали сирены. Никто не двинулся с места. Сосидели измученные на узком клеенчатом диване. Думали о развязке. Неужели придут немцы? Полчаса спустя хлынул ливень, шумный оглушающий. Клод выглянул на улицу подышать. Как будто в Париж вошли леса Медона и Сен-Клу. Яркой казалась зелень платанов. Пахло деревней. Подошла Денис. «Клод, когда будет Франция?» И снова не договорила. Южен принес пиво. Просил Денис. «Что Мишо пишет?» «Давно нет писем. Он на севере». Южен вздохнул. Потом выругался. «Черт побери! Они там воюют, умирают. А что здесь делается? Хороших людей хватает. И кто? Немецкие шпионы! Будь Морис министром, не видать бы немцам Парижа!» Поздно вечером Вайс попал к Гранделю. Доложил о событиях дня. «В общем, все кончилось благополучно. Я думаю, что теперь мы очистили заводы от самых беспокойных элементов. Конечно, чем скорее мы начнем эвакуацию, тем лучше. Хорошо, что процесс прошел гладко. Это на них подействует, как холодный душ. Если они не добьются отмены приговора. Фероне сегодня был у Лебрена. Тот выслушал и, конечно, заплакал. Как говорит Бретель, это самый плаксивый президент Третьей Республики. Но, в общем, он держится прилично. То есть, я говорю, что Лебрен делает то, что надо. Он ровно ничего не делает, разве что плачет». Оба засмеялись. Оставшись один, Грандель развязал галстук, потянулся. Устал? На дела идут как нельзя лучше. Разве он мог подумать, что его ожидает? Он попал к Кельману случайно. От проигрыша, от мысли о самоубийстве. Он думал, это ошибка, падение, темное пятно. А это было началом успеха. Конечно, он не сразу вышел на верную дорогу. Пришлось много пережить, узнать обиды, унижения. Тесса, мелкий взяточник Тесса, глядел на него, как порядочная дама на уличную девку. Ничего, он еще с ними рассчитается. Когда немцы возьмут Париж, Грандель станет первым. Все перед ним начнут любезить. В игре самое главное — почувствовать, какой номер выйдет. Он поставил на правильный номер. Теперь остается выдержать последние четверть часа. Потом власть, почет, признание. Он сможет смотреть всем в глаза. Кельман, мархи, вздор. Субъективные мотивы никого не касаются. Объективно он спасет Францию. Он добьется смягчения условий, сделает возможным мирное существование миллионов. Вот настоящий патриотизм. Это вам не истерика дюкана. Ему захотелось кого-нибудь унизить, показать свое превосходство. Он прошел спальню. На широкой кровати лежала муж. Ее скосила давняя болезнь. Грандель удивленно подумал. Неужели я мог ее обнимать? Она показалась ему полумертвой. От запаха лекарств его тошнило. Три года тому назад ты мне изволила изменить. Я тогда ничего не сказал. Зачем? Ты могла бы подумать, что я ревную. Но теперь мы можем поговорить откровенно. Надеюсь, что теперь ты перестала думать о любовниках. Тебе пора подумать о добром боженьке. Итак, вы предпочли мне мелкого негодяя. Он, между прочим, еще хуже своего папаши. Сударыня, вас, очевидно, пленили кудри и благородные жесты. А ваш Ромео оказался воришкой, альфонсом. Вы тогда думали, что я неудачник, темная личность, шпион. Просчитались, принцесса. Я единственный человек, который еще может спасти Францию. Муж лежала, как прежде, не двигаясь. Голова свисала с подушки. Он крикнул. Почему принцесса молчит? Говорит, дрянь! Он увидел на белых губах пузырьки, такие бывают у новорожденных. Брезгливо поморщился и ушел. Под вечер проглянуло солнце, и молочный пар над морем стал бледно-оранжевым. Дюны походили на карту луны, как волосы чуть приподымались струи песка. Сухие ползучие травы, покрывавшие кое-где теме песчаных гор, казались окаменелостями. А рядом пенилось море. Отлив только начинался. Видны были водяные взрывы. От снарядов вода кипела. Несмотря на грохот батарей, весь этот мир был призрачным, неживым. Люсьену хотелось разодрать туман, сдуть дюны, впустить море. Он шел между дюнами. Где-то рядом английские пулеметчики, но где он не знает. Патроны он расстрелял. Одна граната — это все, что у него осталось от беспокойной взбалмошной жизни. Он глядит на гранату с умилением. Так можно дорожить последним глотком воды. Вот уже одиннадцать дней какие-то вот бои. Ни разу он не взглянул на карту. Море — значит конец. Товарищи звали его. Там, за клубами тумана, английские суда, жизнь. Он не захотел уйти. День провел с англичанами, потом отбился. Теперь он один среди проклятого песка. С первого дня боев Люсьен искал смерти. Искал настойчиво, навязчиво. Шел под пулеметный огонь. Полз с гранатой на танки. Отстреливался на чердаке бельгийской фермы. Он хотел задержать немецкий патруль. А смерть будто нарочно его обходила. Он не читал газет. Как-то развернул газетный лист, в нем были завернуты помидоры. Прочитал «Нам поможет мото-механизированная Жанна Д'Арк». И бросил, даже не выругался. Вокруг него товарищи кричали «измена». Ругали одни немцев, другие англичан, третий французских генералов. Он молчал или неестественно громко пел «Вот вам кузов, вот матрац, в ухе муха бомба-бат». Сдались бельгийцы. Черт с ними. В победу Люсьен не верил. Помнил, как носил Бретелю секретные бумаги. Знал, на что годен его папаша или генерал Пикар. Вся банда с Гитлером. Значит, крышка. К смерти он тянулся от своего прошлого. Он коснулся дна и хотел выплыть. А для солдата преданной и разбитой армии не было другого выхода, кроме безрассудной отваги. Опасность очищала Люсьена от папок Бретеля, от долларов, от молодости, помеченной жалким поясничанием. За все одиннадцать дней его потряс один эпизод. Он встретился с актером Жантаэлем. Кто в Париже не знал Жантаэля? Это был баловень судьбы. Человек с небольшим талантом, всех веселивший. Красавец, жуир, проматывавший свои заработки. Будто жизнь зеленый лук ломберного стола. Проглатывавший приданной девушке сбережение вдов, «Грациозно, как птичка, клюет зернышки». Жантаэль оказался танкистом. Восемь французских танков, дойдя до расположения противника, остановились. Не хватило горючего. Танки отстреливались до вечера. На утро подоспела помощь. Пять танков сгорели. Жантаэль вышел живым. Он как будто почернел. Его спрашивали, он молчал. И Люсьен, поглядев на него, вспомнил Анри. Несколько минут смогли изменить человека. Мир для Люсьена хорошел. Люди становились милыми. Много раз он выручал товарищей. Делал это просто, не задумываясь. Он обрадовался, увидев море. Значит, Альфред спасется. А что ему Альфред? Археолог, жук-могильщик, дурачок, который верит в справедливость. Нет, говорил он себе, не в этом дело. Альфред хороший человек. Никогда прежде не могли прийти Люсьену в голову такие простые слова. Он ценил людей за остроумие, за блеск, за талант, а теперь говорил «хороший человек». И вдруг краснел. Вспоминал глаза Жанет возле аптеки, слезы растерзанный муж или огромная кровать в спальне Дженни, похожая на золоченый катафалк. Небольшие отряды, оставшиеся на берегу, задерживали противника. Это был последний день эвакуации. Среди дюн шли мелкие стычки, ползли, настигали друг друга, били гранатами, пулей, штыком и дрожали, пронизанные солнцем, опаловые столбы тумана. Люсьен поднялся на верхушку песчаного холма, лег. Отсюда он видел мокрый песок. Вдалеке ползли полураздетые люди, кидались в воду, многих настигали пули. Подымалась вода, будто выплескивалась огромная рыба, а дальше били фонтаны от снарядов. Только отчаянная храбрость спасала людей, и другие, еще смелее, еще отчаянней, на последней гряде дюн ружейным огнем встречали противника. Показались немецкие самолеты, закидали бомбами берег в воду. Начало смеркаться, море стало грязным, холодным. Люсьен увидел шлем среди сухой травы. Внизу ползли немцы. Не помня себя, Люсьен вскочил, вскрикнул, бросил гранату. Вкрикнули дюны. Эхо прокатилось. Его покрыл грохот батареи. Тогда один из немцев побежал навстречу Люсьену. Бежал и Люсьен, завязая в песке. Они упали друг на друга, будто обнялись. Потом Люсьен не помнил, как он справился с немцем. Помнил только, что трудно было его отодрать. Рука немца вцепилась в шею. Рука была тонкой и сильной, с набухшими жилами. Люсьен смутно подумал, заусеницы не срезал. А на лицо он не поглядел. К черту! Вот и нет последней гранаты. Люсьен побежал по холодному песку. Море тоже отступило. Кажется, не добежать. Потом кинулся в воду, поплыл. Он не спасался. Он спешил к пулям, к снарядам. Рот был мучительно приоткрыт от напряжения, а рыжие волосы просвечивали, как огонь. Смерть снова увернулась. Он доплыл до английского катера. Ему дали штаны, фляжку с виски. Он выпил и выругался. Сон кончился. Англичанин с детской улыбкой, ковертая французские слова, сказал, «А теперь надо победить!» Люсьен кивнул головой. Про себя он добавил, «Надо жить! Это легче! Легче! И тяжелее!» Соседки удивленно шептались. Не могли понять спокойствие Аньес. Одни восхищались, ну и характер. Другие злословили, «Наплевать ей на мужа!» Она исправляла ошибки в тетрадках, рисовала листья и тычинки, аккуратно убирала квартиру, вязала штанишки дуду. Казалось, ничего не изменилось в ее жизни с того дня, когда принесли желтый казенный пакет. Ей выдали 600 франков, столько полагалось за убитого кормильца. Сказали, «Распишитесь!» не скрипнуло перо, и глаза у Аньес были сухими. Дуду спрашивал, «Где отец?» Она отвечала, «Скоро приедет!» Утром она отводила Дуду к старухе Мелани. Та присматривала за мальчиком. И Мелани, глядя на Дуду, часто всхлипывала. Он спрашивал, «Почему плачешь?» Она отвечала, «Болят зубы!» А Аньес никогда не плакала. Прежде только Пьер догадывался о душевной силе, которая жила в ней, говорил, «Под пули пойдет!» Горе и одиночество изменили даже ее внешность. Добрые близорукие глаза стали жесткими. Прежде она сутулилась, теперь держалась прямо. Кумушки сплетничали, «Цветет!» «Увидите, скоро найдет нового мужа!» Аньес не плакала и по ночам. Она лежала с раскрытыми глазами, тщетно мечтая о сне. Хотела понять случившееся и не могла. За что умер Пьер? Эта мысль не давала ей покоя. Она восстанавливала в памяти их редкие, но горячие споры. Пьер увлекался политикой, верил в революцию, переживал, как свое горе, падение каждого испанского городка. Она с ним не соглашалась, но чувствовала, что он горит и часто ему завидовала. Когда он уезжал в Барселону, волновалась, как помешанная, ждала звонка, говорила себе, «Могут убить!» А теперь он расстался с ней без слов, без надежды. Шел, как осужденный. На вокзале сказал, «Это не наша война». И вот его убили на чужой войне. О чем он думал в последние минуты? Об Аньес? О Дуду? Или о другой войне? Настоящей? Напрасно Аньес хотелось с ним помириться, понять, услышать, где правда. Вставала шла к кровати Дуду, подолгу слушала дыхание ребенка. Что, если и Дуду убьют? Это все, что у нее осталось от той жизни, от той весны. А утром она приходила бодрая в класс, и никто не догадывался, чем полны ее ночи. Выдержка была врожденной. Ее завещали Аньес, поколения, привыкшие к суровому труду, к борьбе за кусок хлеба, к потере близких, поколения похожие на дома парижских предместьей, которые впитали в себя дым уличных боев. Отец когда-то рассказывал, что на войне он все время работал, латал штаны, мастерил зажигалки, чинил рамы в крестьянских домах, убирал сено, усмехаясь, он добавлял, вот и выжил. Так теперь жила Аньес. На улицах показались беженцы. Увидев автомобиль с простреленным кузовом, из которого выглядывали дети, Аньес вздрогнула. Она не подумала ни о конце Пьера, ни о судьбе, которая, может быть, ждет Дуду, но все же всполошилась. Эта истерзанная машина была продолжением ее ночей. Снова оклеивали оконные стекла тонкими полосками бумаги. Аньес придумала сложный узор. Окно будто покрылось инием. Розы, звезды, пальмы. Дуду спросил, что это? Она ответила, самолеты. И тотчас поправилась. Это сад. Пришли в голову юношеские стихи Пьера. Он ей как-то читал. Перед смертью человеку снятся пяльцы. Вышивает шалость и зима. Шли дни. Беженцев становилось все больше и больше. Показались жители Лилля, ткачи Валансьена, горники Ланса, крестьяне Пикардии. Школу, где работала Аньес, предоставили беженцам. И Аньес с жаром отдалась новому делу. Она переехала в школу с Дуду. Ухаживала за больными, добывала еду и лекарства, стряпала. На ее руках оказалась большая семья. Она должна была утешать, выслушивать долгие сбивчивые рассказы. Женщина из рабочего поселка Фурми твердила, «Семь часов, а я знала, что они прилетят». Она не хотела расстаться с детской салфеткой, покрытой бурой кровью. Говорила, он ел овсянку, звери. Бельгийка, жена шахтера, рассказала Аньес, что потеряла в пути свою пятилетнюю дочь. Рик из Рубе искал невестку и внуков. Аньес спрашивала, почему ушли? Одни отвечали, страшно, они низко летают, рядом с нами попало. Другие говорили, под бошами жить? Нет, мы ученые, в ту войну мы четыре года под ними жили. В Париже не знают, а мы знаем. Они тогда в Рубе заложников расстреляли. А у нас привели Франсуа и Мениля. Ройте себе могилу. И убили. Детей не жалели, проклятые. Некоторые признавались, видим, что все бегут, вот и пошли. Одна работница ругалась, пришел Дорже, у нас все знали, что он фашист, кричит, скорей удирайте, убьют, а сам остался немцев встречать, предателей. Беженцы часто менялись, отправлялись эшелоны на юг, приезжали новые. Только старик Рике засиделся, хворал, едва добрался до Парижа. Он рассказал Аньес, старуха моя давно умерла, а сына взяли на войну. Не знаю, жив ли. Пришли соседи, говорят, Боши идут, уезжаем. Кролики у меня были хорошие. Оставил им кроликов. А собака со мной пошла. Замечательная собака. Ее Фолет зовут. Двенадцать лет у меня. Я к ней привык. В компьене нас выкинули из поезда. Пошли пешком. Боши кидали бомбы прямо в нас. Я их с той войны знаю. Разбежались все. Гляжу, нет Фолет. И Аньес много раз видела, как старик, забывшись, чмокал губами, звал Фолет. Был хороший летний день, когда на Париж налетели бомбардировщики. Все небо гудело. Прясли стекла. Дуду кричал «Бум! Бум!» Аньес чистила картошку. На минуту она отложила нож и снова взялась за работу. Потом прибежали, говорят, две тысячи убитых. Аньес, перепугавшись, схватила за руки Дуду. Могли его убить. И застыдилась. Чего же я теперь боюсь? Вечером она проходила по набережной. У развалин большого дома толпились люди, разглядывали, ругались, шутили. Кто-то угрюмо сказал «Так, аккуратная работа». Жизнь как будто распалась на составные части. Камни, железо, диски, полосы. Аньес наступила на книгу, кожаный переплет, чьи-то инициалы. На уцелевшей стене висел портрет «Женщина в подвенечном платье». Вдруг Аньес увидела детскую кровать с сеткой. Кровать повисла на решетке балкона. И Аньес, сама не своя, побежала домой. А рядом с развалинами люди смеялись на террасах кафе и голубили, как небо, сотни сифонов. В ту ночь Аньес снова видела Пьера. Поняла, он ни о чем не думал. Ему было больно, холодно, пусто. Хотела его согреть и не могла. Металась, бредила. До рассвета кричали зенитки. А дуду что-то лепетал во сне. Простые детские слова. Тесса проснулся бодрый. Он весело сказал Жолео. «Они разобьют лоб о линии Вейгана. Вы можете написать, что гигантская битва только-только начинается». «Написать легко. Дело не в этом. Вы будете надо мной смеяться, но я никогда не скрывал, стоять человек суеверный. Немцев накликали, даю вам слово. Сколько раз все повторяли, они придут, придут. Вот они и пришли». Бабьи разговоры. Начнем с того, что они не пришли. Бои происходят на Сомме. Может быть, я там не был. Но одно я твердо знаю. Вчера они скинули бомбы на Марсель. Вы понимаете, что это значит? Марсель на другом конце Франции. Кто мог подумать, что они посмеют? Теперь все кончено. Можете быть уверены, итальянцы выступят не сегодня-завтра. А Вейган снял войска с итальянской границы. Зачем нам эта дурацкая Сомма? Теса махнул рукой. «Успокойтесь». Рассеянно спросил. «Вы слушали итальянское радио? Час тому назад. Молчат. То есть передавали статью о помпейской живописи? Это плохой признак». Теса засмеялся. «О живописи? Для Виара? Кстати, могу вам сообщить, что наш доблестный борец сложил чемоданы. Наверное, удерет». «До свидания. Зайдите ко мне вечером. Попозднее. Я смогу вам сообщить нечто утешительное». Говоря это, Теса думал о частичной реорганизации кабинета. Он начал насвистывать Арию из Регалетта. Расстроил его Пикар. Пришел непрошенный. Поглядев на него, Теса сразу понял, дела плохи. Пикар сказал, что немцы форсировали Сомму. Их танковые части продвигаются к Руану. Все решится в течение двух-трех дней. Только сумасшедшие могут говорить всерьез об обороне Парижа. Теса кивнул головой. Его лицо стало печальным и торжественным. Таким лицом он присутствовал на похоронах министров или сенаторов. Молча он пожал руку Пикару. А когда генерал ушел, сказал себе, «Роковые минуты». Мы говорили, суетились, надеялись. И вот мы присутствуем при развязке. Ему захотелось с кем-нибудь поделиться этой мыслью, но он вспомнил, что нельзя поднимать панику. Приехав на заседание Совета Министров, он сразу забыл о судьбе Франции. Кабинет наконец-то реорганизовали. Некоторые назначения Теса нашел удачными. Хорошо, что иностранную политику доверили Будуэну. Друга Теса, Пруво, назначили министром информации. Зато Теса огорчил выбор Дельбоса. Это подвох. Все знают, что Дельбос — приятель Фуже. Еще больше возмутило его назначение Деголля товарищем военного министра. Безумие поставить на такой пост авантюриста. Занятый своими мыслями, Теса плохо слушал. Говорили о положении на фронте. Потом он вспомнил слова Пикара и спросил Рейно. «На что ты, собственно говоря, надеешься?» Рейно ответил, что поступает подкрепление. С линии Можино, с итальянской границы. Англичане обещают прислать несколько канадских дивизий. Вчера он обратился к Рузвельту с просьбой о помощи. Теса в досаде поморщился. «Меня интересует, что ты собираешься делать, когда немцы подойдут к Парижу?» Рейно сказал, что правительство переедет в Тур. «Если нужно будет, в Бордо. А потом, если обстоятельства принудят, в Алжир. У нас флот, в колонии». Теса замолк. «Зачем спорить с сумасшедшим? Это не правительство, это клуб самоубийцев. Только Бретель может спасти Теса. Но Бретель не спасет». Теса вспомнил листовку верных и закрыл глаза. Ему стало страшно. «Он все-таки поехал к Бретелью. Лучше смерть, чем такое томление. Если Бретель от него отступится, нужно договориться с Фуже или уехать в Америку». Бретель сидел неподвижно за письменным столом, прямой, надменный. Казалось, что он позирует. Утром он пережил тяжелую сцену. Жена плакала, говорила, «Немцы возьмут Париж! Изверг ты этого хотел!» Упреки политических врагов не трогали Бретель. Понятно, что Дюкан или Фуже хотят свалить вину на других. Как будто Бретель не предупреждал, что война против Германии — преступление. Но что он мог ответить жене, которая, вспоминая сына, кричала, «Ты его убил! Ты всех убьешь!» Глядя на карту, Бретель задумал. Капитуляция, мир. А что дальше? Поймут ли вчерашние враги, что Франция не Албания, да и не Чехия? Могут не понять. Это люди другой крови, другого склада. Тогда конец. Лотарингия. Его Лотарингия отойдет к Германии. Потомки будут проклинать Бретель. Для них шут Дюкан станет героем. Много лет Бретель жил, не заглядывая вперед. Он повиновался одному чувству — ненависти к Народному фронту, победы Гитлера, Муссолини, Франка казались ему его победами. Он радовался, что в Праге нет больше Бенеша. Еще недавно узнав о решении датского правительства, он удовлетворенно усмехнулся. Социал-демократы снова легли на спину. Почему же он вдруг растерялся? Это нервы. Нужно совладать с собой. Теперь Бретель придет к власти. Он разгонит парламент. Он создаст порядок. Этот порядок придется оплатить унижением, горем, слезами. И все же новая Франция, вдова в трауре, нищая монашенка, будет прекраснее насмешницы Марианны. Когда пришел Тесса, Бретель уже не помнил ни упреков жены, ни своего малодушия, был холоден, невозмутим. А Тесса вопил. Они сошли с ума. Макака предлагает переехать на Мадагаскар. Ему захотелось в девственные леса. А немцы подходят к Руану. Мы должны что-то предпринять. Остались буквально минуты. Я тебя предупреждал. То есть как? Кто мне посоветовал остаться в кабинете? Ты. А теперь ты умываешь руки? Тесса жестикулировал, подпрыгивая. Я знаю, что твои верные настроены против меня. Но это основано на недоразумении. Ты должен им объяснить. Я и в палату прошел, опираясь на тебя. Нельзя бросать друзей в критические минуты. Ты напрасно волнуешься. Я хотел сказать, что я предупреждал тебя о бессмысленности сопротивления. А национальные круги тебя очень ценят. В этом доме ты свой. Успокойся. Мы должны обсудить положение, наметить состав правительства. Кабинет сегодня реорганизован. Это заплата на заплате. Я говорю о новом правительстве. Через несколько дней встанет вопрос о мирных переговорах. Нельзя допустить, чтобы страна осталась без твердой власти. Этим могут воспользоваться коммунисты. Маршал обеспечит преемственность власти. Кроме того, это прекрасное имя, герой Вердена. Можно будет сделать все в полчаса. А Рейно? Он удерет. Или мы его отправим в Америку послом. Значит, старик во главе. Разумеется, лаваль. Я. Возьмем кое-кого из прежних. По-моему, нужно оставить Будуэна. Правильно. Его любят итальянцы. Потом Пруво. Это представитель промышленников. Межа считает его очень способным. Я включил в список и тебя. Ты сам не мог скрыть удовлетворение, но для приличия стал возражать. Я слишком стар. Лучше взять кого-нибудь из молодых. Нет, ты будешь очень полезен. Не нужно, чтобы страна приняла смену кабинетов за переворот. Тормоза — великая вещь. А к тебе все привыкли. Если хочешь, для среднего француза ты гарантия, что ничего не изменится. Такое тяжелое время самое важное успокоит страну. Теса сиял. Мошенник в фуже все придумал. О листовке — это глупая провокация. Бретель понимает, что он честный француз. И забыв про недавние волнения, Теса принялся обсуждать программу нового правительства. Если мы заявим в министерской декларации, что готовы начать мирные переговоры, большинство обеспечено. Я только боюсь, что немцы поставят чересчур тяжелые условия. От этаких успехов может закружиться голова. Хорошо бы их урезонить. Ты знаешь, в твоем списке недостает одного имени. Конечно, то, что я предлагаю, — смелый шаг. Многие сочтут его рискованным. Но теперь надо быть терпимым. Ты говоришь о Виаре? О Виаре? Ты, Са, удивленно поглядел на Бретель. Это рухлядь, старая кляча. Он, кстати, наверное, удрал. Нет, я думаю о Гранделле. Мы с тобой старые друзья и можем говорить откровенно. Ты, конечно, помнишь историю с документом. Бретель в раздражение ударил линейкой по столу. Я уже тебе говорил, что это фальшивка. Неужели ты сейчас можешь думать о таких пошлостях? Ты меня не понял. Я это сказал не для того, чтобы его очернить. Напротив. Но у Гранделля бесспорно много друзей в Берлине. Теперь такой человек незаменим. Бретель ответил сухо официально. Я нахожу твои догадки неуместными. Конечно, Гранделля знают за границей. Он новатор, человек с эрудицией. Он будет очень полезен нашему правительству. Но кого-нибудь нужно оставить в Париже. Нельзя, чтобы столица осталась без крупного политического деятеля. Лавалия должны последовать за Рейно, чтобы принять власть. Тебя я не прошу остаться. Ты там нужнее, с твоим знанием парламентских кругов. Кроме того, я не хочу подвергать тебе такому испытанию. Французу нелегко увидеть чужих солдат в Париже. Наконец, насколько я знаю, немцы тебя не очень-то жалуют. Им трудно разобраться в наших тонкостях. Для них ты ставленник Народного фронта, человек с поднятым кулаком. Тыса опешил. Они долго молчали. В соседней комнате плакала жена Бретейля. И, прислушиваясь к плачу, Бретейль мучительно морщился. Наконец, тыса тихо спросил. По-твоему, они скоро придут? Вопрос дней, может быть, часов. Тыса ушел от Бретейля растерянный. Его больше не радовало место в новом кабинете. Мир казался ему непонятным и неприязненным. Вдруг Рейно узнает, что он договорился с Бретейлем. Мандель может пойти на все, арестовать, расстрелять. Для них он изменник. А для немцев он чуть ли не красный. Какая гнусная вещь политика. Счастливые солдаты, они, по крайней мере, знают, где враг. А у него враги. Повсюду. Теса съежился. Секретарь сказал, я назначил прием на четверг. Теса подумал, несчастные люди, они не знают, что в четверг здесь будут немцы. Никто ничего не знает. Он решил выйти погулять. Может быть, на свежем воздухе пройдет эта тошнота. Черный город был невыносим. Полный криков, гудков, непонятных звуков. В подвороте столпились люди. Теса услышал. Говорят, Гомелен застрелился. Рейно удрал в Америку. Они-то удерут, а нам расхлебывать. Я немцев не боюсь. Мне что, я человек маленький. Меня и немцы не тронут. А бомб я боюсь. Немцы — сволочь. Мне отец рассказывал, они в пятнадцатом дядю Жака живым закопали. А Теса уже снюхался с Гитлером. Голоса замолкли. Теса стоял в темноте, прислонившись к фонарю. Сердце билось. Ему показалось, что по улице идут солдаты. Он закрыл глаза, сдержался, чтобы не крикнуть «Что за шаги?» Но это были крупные капли дождя, падавшие на навес кафе. Никогда в жизни Теса не испытывал такого страха. Он едва добежал до ворот министерства. Как ребенок он обрадовался яркому свету в кабинете. Тогда загрохотали зенитки. Теса подбежал к окну и сейчас же отбежал. Немцы подходят к Парижу. Для немцев он красный. А рабочие говорят, что он снюхался с Гитлером. Те против него. Его приставят к стенке. Или растерзают. Что за грохот? Наверное, бомба упала рядом. Метят прямо в министерство. По пятьсот кило. Потом нельзя узнать, чей труп. Нужно что-то сделать. Спасаться. Теса метался по комнате, не зная, на что решиться. Садился и снова вскакивал. Его знобило. Наконец он позвонил. «Приготовьте машину. Ибаки, я поеду за город в Ставку». Когда Жалео в половине двенадцатого пришел за утешительными новостями, ему сказали, господин министр уехал в Ставку. Жалео не стал переспрашивать. Он понесся домой. «Мари, укладывайся. Мы сейчас же едем». Этот подлец уже удрал. Ах, собака. Утром он мне заговаривал зубы. Когда-то говорили, крысы удирают с корабля. Ничего подобного удирают капитаны. А крысу бросили. Но крыса не дура. Скорей, деточка, скорей. Те последние недели Жанет казалась озабоченной, рассеянной. На самом деле она ни о чем не думала, ничем не интересовалась. Ее дни напоминали полузабытье тяжелобольного. Пустота, которую она почувствовала после разрыва с ДСРом, была плотной, душной, непроницаемой. Жанет продолжала работать в студии. Кругом говорили о военных событиях, врывали друг у друга последний выпуск газет. Жанет не прислушивалась к разговорам. Как всегда обманчиво, с значительным голосом она продолжала расхваливать пилюли или ликеры, а потом повторяла перед микрофоном высокие, никому не нужные слова «Дерево», «Тишина», «Ветер». Она давно перестала отличать стихи от рекламы. Да и то, что говорили до нее дикторы, казалось ей рекламой какой-то странной фирмы, потоплено регистровых бруттотон, замеченные масляные пятна. В воскресенье она бродила до вечера, стараясь забыться среди шума и суеты. Был чудесный день, и парижане, забыв о мрачных слухах, заполнили Булонский лес, играли в теннис, гребли, на тенистых террасах кафе тянули зеленую мятную настойку или золотистый оранжат. Малыши лепили из песка замысловатые пирожные. Жанет увидала нарядного дрозда, он прихорашивался клювом. Она уныло сказала дрозд, и птица улетела. В одной из темных аллей Жанет обогнала парочку. Солдат и девушка в розовом платье, веснущатая, доверчивая. У солдата было по-детски важное лицо, черные усики. Он держал в руке каску. Девушка плакала. Он говорил, «Все кончится хорошо, увидишь». И Жанет позавидовала, какое это счастье так расстаться. Ведь она осталась без надежды, без слез, даже без грусти. В понедельник Жанет просидела все утро дома с закрытыми ставнями. Не хотелось видеть света. А выйдя днем на улицу, она обомлела. Парижа нельзя было узнать. Магазины и кафе были заперты. На дверях белели листочки, дрожащей рукой было выведено закрыто. Возле некоторых домов суетились люди, забивали щитами окна, выносили чемоданы, узлы, нескладно сложенные пакеты. Трудно было перейти улицу. Непрерывной цепью двигались автомобили. На кузовах лежали тюфяки. Из машин выглядывали перепуганные заплаканные лица. Еще вчера парижане удивленно спрашивали беженцев, почему не подождали, а линия Вейгана... И вот двинулись парижане. Они неслись к вокзалам, взбирались на крыши грузовиков, умоляли шоферов, спасите. Город пустел с каждым часом, продырявленный мешок, из которого сыплется мука. Перед министерством пенсий стояли грузовики, вывозили зачем-то мебель, столы, шкафы, конторки. Старая женщина глухо, как граммофонная пластинка, повторяла, «Возьмите и меня! Возьмите и меня!» Жанет в ужасе спросила, «Господи!» «Да что же это?» Старуха тупо на нее поглядела, «А вы не знаете? Немцы в Руане!» Старуха уронила кошелку, оттуда все посыпалось, моток шерсти, полотенца, свечи, апельсины. Старуха заплакала. Заплакала и Жанет. «Надо что-то делать! Сейчас они придут, будут бросать бомбы, стрелять!» Жанет заметалась. И вот с этой минуты ее не стало. Еще одна щепка неслась по смутным, отчаявшимся улицам. Вдруг Жанет остановилась, куда ей ехать? Стал бездушный Леон, старческий оскал отца. Потом она вспомнила флери, синюю листву виноградников, жаркий день, тишину, только мухи жужжат. И Жанет захотелось жить, сильно, как никогда. Жизнь, бывшая к ней такой немилостивой, показалась лакомой. Уехать! Она добралась до Леонского вокзала. Еще издали она увидела широкую улицу, забитую толпой. К площади нельзя было подойти. Цепи полицейских едва сдерживали народ. «Сволочи! Сами убежали, а нас оставили! Изменники! Мы-то в мышеловке!» Полицейские неуверенно отвечали, что вечером будут поезда. Толпа не редела. К обеду люди проголодались, обессилили. Стали искать, где еще открыты ловчонки. Примастившись на тротуарах, закусывали. Выглядело это, как огромный табор. Старый рабочий, аккуратно отрезав ломоть хлеба и несколько кружков колбасы, сунул еду Жанет. Она хотела поблагодарить, но ничего не могла вымолвить, только пошевелила губами. И есть она не могла. Ей казалось, что у нее жар. Ночь наступила раньше обычного. Черный туман покрыл город. Говорили, что горит Руан. Кто-то пытался успокоить людей. Это дымовая завеса. Женщины, обезумев, кричали в темноте. Жанет задыхалась. А утром чуть рассвело, новые толпы заполнили квартал. Но поездов не было. Жанет побрела по улице, дошла до набережной. Теперь ее изумленные, невидящие глаза никого не поражали. Такие глаза были у всех. Прохожих останавливали. Спрашивали, где достать чемодан или ручную тележку. Делились новостями. Они в Мант. Шантильи. На Елисейских полях парашютисты. Поезда уходят с вокзала Аустерлиц. Нет, не уходят. Продали, продали. Девушка жадно ела рогалик и плакала. Проехал генерал. Старичок поглядел на него и тонким голоском крикнул «Доигрались!» А в переулке ревела девочка, прижимая к себе огромную безголовую куклу. На углу улицы Сен-Жак была открыта булочная. Жанет услышала запах свежего хлеба и будто очнулась. Ей снова захотелось жить. Она стала лихорадочно думать, что делать. Побежала в студию. Ворота были заперты. Даже сторож уехал. Тогда она вспомнила про Моришаля. Когда она вбежала к нему, он запихивал в чемодан книги, термос и негритянского башка. Бажок не влезал, высовываясь, хитро улыбался. Моришаль бормотал. Последняя новость. Итальянцы объявили войну. Понимаешь, ждали до сегодняшнего дня. Шакалы. А правительство убежало. Вот тебе и до победного конца. Машин сколько хочешь. Мы купим складчину. Гранде ищет бензин. Если достанет, возьмем и тебя. Она обрадовалась. Флери, хорошо? Бензина не достали. Гранде пришел на рассвете, весь серый. Шарль вчера уехал и вернулся пешком. Бензина нет. Черт бы их побрал. Вот если бы достать лошадь. Это самое верное. А на Перла-Шес поставили орудия. Я сам видел. Солдаты куда-то уходят. Ничего нельзя понять. Говорят, будто Америка объявила войну. Не верю. Моришаль кричал. Ни газет, ни радио. Все удрали. Ты понимаешь, бросили Париж. Отдышавшись, он сказал Жанет. Придется пешком. На минуту Жанет оживилась. Что-то проснулось ребяческое. Уйти в Флери пешком. Она побежала к себе. Другие туфли надену. В этих не дойти. Оживление быстро прошло. Страшная суета улицы, где гудели автомобили, где люди толкались, кричали, плакали. Навела на нее тоску. Куда бежать? Да и зачем? Ей всюду будет плохо. Хозяйка гостиницы встретила ее, как близкого человека. Вот хорошо, что не уехали. Ведь никого не осталось. Паника. Стыдно глядеть. Почему они убегают, скажите мне на милость? В четырнадцатом немцы были в МО и тогда удирали, а они не вошли. Молочница мне сказала, что сегодня привезут сорок дивизий. Значит, отгонят. Жанет молча кивала головой. Она просидела, не двигаясь час, может быть, два. Солнце теперь нагревало маленькую комнату хозяйки, служившую конторой гостиницы. На камине играл котенок. Он хотел поймать солнечный зайчик. Жанет поглядела на него и вскочила. Только бы жить. Она побежала к Моришалю. На двери была записка «Жанет, я буду ждать до четырех» возле метро Денфер-Рошеро. Жанет в страхе поглядела на часы «три», значит, успеет. Зачем-то она купила в случайно открытом магазине одеколон. Приказчик долго заворачивал бутылочку, а она молила «скорее». Как случилось, что она спутала станцию? До пяти прождала она возле метро «Алезия». Потом вынула из сумки записку, и все завертелось перед глазами. А у Денфер-Рошеро никого не было. Она побежала на почту, заперто. Да и все заперто. Телефон она нашла только у себя в гостинице. Она позвонила Десеру. Теперь не до чувств. Он ее вывезет. Никто не ответил. Вытащив записную книжку, она звонила по всем номерам, даже не задумываясь, кому звонит. Раздавались монотонные гудки. И в ужасе Жанет сказала «Никого». А хозяйка успела повидаться с Шурином. Он ей сказал «Никаких дивизий». В городе остались только полицейские и пожарные. Генерал поехал в Шантильи к немцам. Севера доносилась канонада. Услышав, как Жанет сказала «Никого», хозяйка всплеснула руками и начала самотошно собираться. Жанет поднялась к себе. Она долго стояла у окна. По длинной улице все шли и шли люди. Некоторые толкали ручные тележки. Там лежал скарб. Иногда на тележке сидела старуха и летявкала собачонка. Все ставни были закрыты наглухо. И Жанет снова сказала «Никого». Вот человека безумие втащит на спине кресло. Мальчик несет деревянную лошадь, не захотел оставить. Старушка с птичьей клеткой. Человек в пенсне с портфелями с кошкой. Кошка выбивается, орет. Везут в тачке бабушку. Женщина несет на руках двух малюток. Ищем чатся последние велосипедисты. Да чего страшно в пустом городе. И Жанет сбежала вниз. Хозяйки уже не было. Она ушла, бросив все. Не предупредила Жанет. Даже не заперла своей комнаты. Жанет пошла посредине мостовой. Пахло гарью. Трудно было дышать. Это горели нефтехранилища. Потом пошел дождь. Под гарью он был черным. По лицу Жанет текли черные слезы. И ни о чем не думая, подчиняясь толпе с широко раскрытыми глазами, она оставляла зачумленный город. Все утро Аньес искала газету. В некоторых еще открытых киосках лежали старые еженедельники. Потом закрыли киоски. Говорили, что газет больше не будет. Но под вечер Аньес услышала крик газетчика, вырвала из его рук лист. На первой странице она увидела фотографию набережная. Женщина купает собаку и подпись. «Париж остается Парижем». Аньес рассердилась. Ей всунули старую газету. «Нет, дата 10 июня». Побежала в школу, там радио. Передавали молебен. Американский посол Буллет поднес статуи Жанны Дарк красные розы. С резким англосаксонским акцентом он восклицал «Спаси их, Жанна!». Потом раздались звуки танго. «Ой, ле ловеласы, зачем вам ананасы?» И, наконец, диктор, отчеканивая слоги, сказал «Наши доблестные альпийские стрелки продвигаются к востоку от Нарвика». Рикэ в тревоге спрашивал, что передают. «Ничего. Наверное, ждут донесения. Скажут завтра». Но наутро радио молчало. И Аньес охватило отчаяние. Первой мыслью было уехать. Добраться до Дакса, к отцу. Туда немцы никогда не дойдут. Она прошла по пустым комнатам. Тряпки, жестянки из-под консервов. Еще вчера здесь жили беженцы. Только реке остался. Тонал «Не могу с места сдвинуться». Он не спросил Аньес, что она собирается делать. Понимал, что уйдет. Но все-таки жадно следил за каждым ее движением. А вдруг не уйдет. Больше всего он боялся остаться один. «Все ушли», — сказал он. «А что в городе?» «Уходит». И помолчав Аньес, добавила. «Я не уйду». Он хотел улыбнуться, но лицо скосила конвульсия. А она, прижав к себе Дуду, думала, почему она решила остаться. Может быть, пожалела реке, но у нее Дуду. Нужно спасти мальчика. Конечно, в пути легко потерять. Вот Бельгийка потеряла дочь. А здесь будут бомбить. Опять две тысячи убитых. Еще страшней. Почему же она не уходит? Это была вспышкой гордости. Часто назад она растерялась, услышав у приемника вместо слов ровный пустой шум. Ей казалось постыдным это общее бегство. Она обрела волю, подобие действенности остаться в брошенном всеми Париже. Прибежала Мелани. Уговаривала ехать с ней. «Нас рабочие возьмут. У них четыре грузовика. Все-таки там свои». Аньес ответила, что решила остаться. Мелани рассердилась. «Значит, правда, что говорили Аньес бесчувственное? Ей все равно, кто убил ее мужа. Остаться с немцами». Она сказала, «Дело ваше». Накормив реке, Аньес вышла на улицу. Люди еще шли. Как ей хотелось уйти с другими. Она угрюмо повторяла, нельзя. На стене мэрии висел крохотный листок. Наверху значилась «Французская республика. Свобода, равенство, братство». Аньес прочитала, «Париж объявлен открытым городом. Военный губернатор генерал Дэнс». Рядом стоял старичок в соломенной шляпе. Аньес спросила, что это значит «открытый город». Старичок пожал плечами. «Не знаю. Может быть, что не крепость или по просьбе папы. Во всяком случае, сударыня, не весело». Подошел рабочий, прочитал и крикнул. «Сволочи, сторговались!» Один его глаз плакал, другой фарфоровый, равнодушно глядел на Аньес. Толстый, усатый полицейский, ухмыляясь, рассказывал. «Нас оставили для порядка. Открытый город — это чтобы не убивали. Теперь скоро мир подпишут». А люди уходили. Аньес глядел на них с завистью. «Когда идешь, можно не думать». Вечером она пыталась успокоить реке. Напечатано «открытый город». Значит, не будут стрелять и бомбы не будут кидать. «Я бомб не боюсь. Когда мы шли, они все время кидали. Я боюсь, что они придут». Она отвернулась. Впервые за все время она заплакала. Поняла, что, как реке, боится одного — придут. До этой минуты она оставалась вне событий. Думала, не все ли равно. Такие же люди, только одеты по-другому. И вдруг схватила за сердце. «Неужели придут немцы в Париже?» Она повторяла эти слова, и слезы текли, текли. Она выбежала. Не могла сидеть на месте. По крутой улице спускались солдаты. Грязные, усталые. Они тоскливо поглядывали на забитые окна домов. Едва шли. Торопились выбраться из города. Анье сдала одному хлеба и шоколада. Он поглядел на нее и тихо сказал. «Спасибо. Прощайте». Не могла она забыть его глаз. И почему он сказал такое непривычное «прощайте»?» Вернувшись домой, она кинулась к радио. Из Тулузы передавали речь Рейно. Он говорил, что обратился к Рузвельту с последним призывом. Голос его едва доходил. Потом епископ призывал к покаянию. «Это Божья кара». Смутный рокот. И вдруг близко, как в соседней комнате, радиостанция «Национальное пробуждение». «Сдавайтесь!» «Мы организовали тайные отряды». В Орле 16-й отряд расстрелял всех масонов и марксистов. «В Гренобле 47-й отряд». Реке попросил «Прикрой!» «Не могу я их слышать». Аньес не легла. Ночь она просидела у черного окна. Слушала гул моторов, раскаты орудий, томилась над Парижем, как над покойником. А утром вышла с Дуду. Может быть, раздобудет молока для мальчика и Реке. Нет, все лавки заперты. Да и людей не видно. Вот только женщина, толкая тележку с детьми, значит, еще уходит. Из-за угла выбежал солдат. Чем-то он ей напомнил Пьера. Смуглые большие белки глаз. «Как пройти к Порт-Дорлеан?» «Скорей!» Она показала дорогу и спросила, где они. Солдат махнул рукой и побежал. Аньес пошла дальше. Закрыты все ставни, ни души. Часы на площади показывали три, остановились. И тихо, тихо. Потом раздалось гудение. Самолеты летели очень низко. Были видны черные кресты на крыльях. Аньес подумала, сейчас сбросят бомбу. И удивилась своему спокойствию. Убьют Дуду, а ей все равно. Значит, она сошла с ума. Ничего больше не понимает. Они дошли до бульвара. И вдруг Аньес остановилась. Навстречу шли немцы. В открытом автомобиле сидели солдаты с винтовками. И Аньес, ни о чем не думая, закрыла рукой глаза Дуду, только чтобы он не видел. Она ничего не соображала. Не хотела смотреть и жадно вглядывалась в чужие лица. А в голове вертелось одно. Но вошли. Вошли. Шла кавалерия. Лошади остановились. Мостовая заблестела от лошадиной мочи. Аньес разобрала на мешке с мукой надпись «Лиль». Проехал в машине офицер. У него был шрам на щеке. Он презрительно улыбался. В глазу посвечивал монокли. Другой держал фотографический аппарат. Снимал. Кажется, снял ее. Надо уйти. На ноги не идут. И снова солдаты что-то едят. Молоденькие. Почему столько в очках, близоруки, как она? Нет, чужие. И как это страшно. Вошли. Вошли. Аньес стояла у ворот. Оттуда выглянула старая женщина в черной наколке. Увидела немцев, заплакала и нырнула назад. Пробежали две проститутки, сильно нарумянинные. Они смеялись и махали офицеру платочками. Вдруг Дуду весело сказал, мама, сколько солдат? А папа придет? Молчи. Это немцы. Она испугалась своего голоса. А Дуду заплакал. Она сжала его руку и кинулась в узкую улицу. Скорее буду бежать домой. Полуденное солнце было нестерпимым. И на солнце гнили отбросы. Возле каждого дома стоял мусорный ящик. Его вынесли три дня тому назад, когда в городе еще были люди. У ворот школы лежала туша. Сладковатый запах гнилого мяса окутывал улицу. Поджав хвосты, бродили брошенные собаки. Они грустно обнюхивали мостовую, потом подымали морды к небу и выли. В коридоре Аньес увидала реке. Он лежал плашмя. Руки сжимали косяк при открытой двери. Из запавшего рта высовывался язык. Дуду спрашивал, что с дядей? Аньес молчала. А с улицы доносились бравурные звуки марша. Андре застрял. Когда он сообразил, что немцы подходят к Парижу, не было ни поездов, ни машины. А пешком уйти он не мог. С трудом волочил больную ногу. Дом, где он жил, опустел. Два дня Андре слушал военную музыку и топот солдатских шагов. Еды не было, но он не чувствовал голода. Он не пытался понять, что приключилось. Лежал на диване, как срубленное дерево. Иногда забывался. Никогда прежде ему не снилось столько снов. В этих снах все путалось. Он лежал у пулемета, среди яблонь. Отец подавал ленту. Потом вдруг свадьба. Нивель разносит сидр. А Жанет говорит, меня обвенчали. Но с кем? И, просыпаясь, Андре недоуменно оглядывал тусклую мастерскую. Он в Париже. И в Париже немцы. Внизу горланили солдаты. Он их не видел. Не подходил к окну. Говорил себе, как глупо, что меня не убили. На третий день постучали в дверь. Андре встал, постарался выпрямиться. Кто теперь может прийти? Да только они. И он ощерился. Но в дверях стоял лорье с черной повязкой на глазу. Значит, и ты остался? Спросил Андре. Все давал. Деньги, часы. Один шофер хотел взять, потом раздумал. А у меня мать-старуха. Куда я с ней пойду? Андре, ты понимаешь, что случилось? Нет. И не хочу понять. Мы какой-то холмик защищали. А они, они Париж бросили. Андре молчал. Ты здесь один живешь? Один. Я при них еще не выходил. А нужно выйти, табаку больше нет. На улице Шерш-Меди не было ни души. Табачная лавка оказалась запертой. Андре вдруг остановился. Да чего красиво. Город будто очистили. Такими он видел эти старые улицы только на рассвете. Но теперь был полдень с ярким светом, с короткими тенями и тишина. Должно быть, так проходят туристы по улицам Помпеи. Туристы. А они жители. Он сказал Ларье. Мы жители Помпеи. И он его засмеялся. Вот здесь были сыры. А там трубки. Антиквар Боло сдувал пыль с фарфоровых пастушек. Жозефина готовила рагу. Что это? Он прежде не замечал на фасаде угольного дома пеликана, который кормит своей кровью птенцов. Пеликану пятьсот лет. Пеликан видел и не то. А может быть и не видел. Кормил птенцов. Не смотрел. Ларье рассказывал. Мать плачет. Что ты будешь делать с твоей гитарой? Делать действительно нечего. Разве что играть на немецких свадьбах. Он хотел развеселить Андре. Попробовал улыбнуться. Его лицо с одним погасшим глазом походило на дом после бомбардировки. И Андре отвернулся. Они стояли возле булочной. Андре вдруг почувствовал голод. Они вошли. Это была нарядная булочная, обслуживавшая посольство и особняки Сен-Жермена. Владелица женщина лет пятидесяти, розовая от румян, с пышным бюстом, говорила покупательнице. Все уверяли, что придут дикари. Они очень вежливые и за все платят. Моя хозяйка говорит, что они наведут порядок, научат наших рабочих работать и хорошо сделают. Андре жевал плюшку. С мякишем в артон сказал. Хорошая у вас хозяйка. Кассирша ему шепнула. Это экономка госпожи Меже. Вы как будете платить, франками или марками? Андре усмехнулся. Марок еще нет, не заработал. Я ведь не господин Меже. Кассирша не поняла насмешки, деловито сказала. Говорят, будто эти марки ненастоящие. В Германии они не ходят. Но я думаю, что это вздор. Они ведь порядочные люди и не станут расплачиваться фальшивыми деньгами. Андре хлопнул по плечу Ларье. Слыхал? Госпожа Меже. Наш Фрастине уже тогда все понял. И застрелился. Ему теперь хорошо. А что мы с тобой будем делать? Он шел по улице, где знал каждый дом, каждый фонарь. Но в этом городе он был чужестранцем. Плюшка придала ему аппетит. Они зашли в ресторан. За всеми столиками сидели немцы. Они ели жадно, быстро поглощали огромные блюда, пили вперемешку пиво и шампанское. Здесь чувствовалось веселье победителей. Не в флагах, не в фанфарах, но в этой отрыжке, наконец-то наевшихся в сласть людей. Яичницу из десяти яиц. По курице на человека. Пять бутылок шампанского. Новенькие марки хрустели в руках хозяина, услужливого и сладкого, с бегающими глазами. Андре и Ларье старались не глядеть на соседей, еле молча, сосредоточенно, будто выполняли тяжелую работу. Вдруг Ларье отодвинул тарелку, побледнел. Что с тобой? Видишь? Он показал на большое зеркало, поверх которого было написано «Здесь евреям не подают». Андре пробурчал. «Что же, декорируют в честь новых хозяев». «Да, но я, Ларье едва говорил от волнения, я ведь еврей, никогда прежде я об этом не думал». Андре встал, не доев, расплатился. Подбежал хозяин, угодливо спросил, «Хорошо ли вы пообедали, сударь?» Андре поглядел на него с отвращением. «Зачем вы написали эту пакость?» Тот зашептал, «Ничего не поделаешь. Мы должны считаться со вкусами наших клиентов. Не подумайте, что я...» «Это для них». Тогда Ларье, глядя на него чересчур блестящим глазом, крикнул, «А это для кого?» «Для них или для вас?» Он показал на другой глаз, прикрытый повязкой. Они пошли назад, шли молча. О чем тут говорить? На холме у пулемета они были свободными. Они могли убежать, могли выбрать между жизнью и смертью, а теперь нужно подчиняться. Переставить часы на берлинское время, вот на стене приказ. Переставить мысли, чувства, а потом играть на немецких свадьбах, взять кисти и писать рубинсовские пиры берлинских бухгалтеров? Молчи, Андре. «Больше нет ни красок, ни туманностей, ни Жанет». На скамейке сидел подвыпивший бродяга, у него были лукавые глаза. Рядом стояла пустая бутыль. Янчушка бормотал. «Мир! Дайте мне гербовой бумаги, я подпишу». Почему мне не подписать? У меня горло пересохло, мне пить хочется. По улице Шарш-Меди теперь маршировали молодые солдаты. Глаза у них были очень светлые и пустые. Они громко пели. Серые столетние дома слушали непонятную песню. Один солдат остановился, поглядел на улицу, узкую как щель, и засмеялся. «Грязный город! А еще Париж! Это город для негров! Он зашагал дальше. Конец первой дорожки второго рулона. Андре сказал, «А мы еще гадали, что будем делать. Очень просто, будем чистить Париж. Он теперь не для негров и не для французов». Молодые прошли. За ними плелись сорокалетние. Эти казались усталыми и грустными. «Может быть, они вспомнили ту войну, победы, а после разгром, голод, унижение?» Возле дома, где жил Андре, стояла молошница с двумя детишками. Она глядела на немцев и плакала. Квозь слезы поздоровалась с Андре, сказала, «Вы только подумайте!» «Не могу привыкнуть». К ней подошел один из солдат, немолодой, изможденный, стал что-то говорить. Видимо, утешал. Она не понимала слов. Тогда солдат вынул фотографию. Он был снят, одетый по воскресному, в шляпе, украшенной перышком. Рядом стояли четверо детей. Боясь, что она не поняла его, он показывал на пальцах четверо. Он гладил детей. Но они испуганно прятались за мать. Молошница поблагодарила, даже заставила себя улыбнуться. А когда солдат отошел, сказала Андре, «Самое ужасное, что мне на минуту стало жалко его. Теперь не нужно жалеть. Теперь нужно...» Нельзя было ее понять, слезы прерывали слова. Медленно, с трудом подымался Андре по винтовой лестнице. «Вот и наша высота. Давай курить». А что делать, я не знаю. В 36-м я что-то понимал, или казалось, что понимаю. У меня был приятель Пьер. Его убили возле Страсбурга. Нет, и Пьер не понимал, но он горячился, верил. Тогда был народ. Люди говорили, спорили, смеялись. А теперь мы с тобой одни. Если бы ты знал, как я запутался. Да и все запутались. Не знаю, право, можно ли жить. А в Париже немцы. Плорье не ответил. Они долго сидели друг против друга, молча курили. Только пение доносилось громкое, переходившее в крик. Жанет шла, не останавливаясь, до рассвета. В темноте раздавались шаги, плач детей, далекие выстрелы. Утром Жанет вместе с другими упала на вытоптанную траву. Она проспала несколько часов и вскочила от грохота. Вдали она увидела облако пыли. Люди лежали плашмя, будто хотели врасти в землю. Потом мимо Жанет пронесли девочку. У нее был распорот живот. Жанет прошла еще двадцать километров. Больше не было сил. Горели ноги, мучил голод. В деревушке, куда они пришли, жителей не было. Все убежали. Люди стояли перед закрытой лавкой. Кто-то крикнул. «Да чего тут! У меня дети второй день не ели!» Лавку разгромили. Летели бутылки, жестянки. Старуха вся вымазалась в варенье. Рабочий дал Жанет коробку консервов и бисквиты. Жанет боялась отстать от людей, которыми шла раньше. Даже не от людей, а от отдельных примет. От косм, старухи, от матроски-мальчика, от тачки с гремевшим на ней чайником. Она побежала вдогонку и на ходу живала. В другой деревне еще было несколько крестьян. У двери одного дома стояла пара, муж и жена. Жанет попросила стакан воды. Женщина в злобе сказала, «Это вам не Париж!» «Мне в колодце брать!» «Дайте франк!» Муж удивленно на нее посмотрел, точно прежде не видел, и крикнул, «Серва!» Потом все загудело, люди заметались, попадали на землю. Жанет обдала теплой пылью. Когда она пошла дальше, долго слышался истошный крик женщины, «Убили ее мужа!» Повстречали солдат. Они стояли возле дороги. Беженцы спрашивали, где немцы? Будут ли защищать левый берег Луары? Солдаты ругались. Дерьмо! Кто их знает? Полковник уехал. Говорят, немцы на левом берегу. Тогда нам крышка. Очень просто. Да ладье за это пять миллионов получил. Разыграно, как по нотам. Ах, подлецы! Убить их мало! Один крохотный с огромным бинтом вокруг головы подбежал к Жанет и стал кричать, «За Испанию раз! За Чехов два! А кому платить? Я плачу. Они в Бордо уехали. Ты мне скажи, сколько человек может терпеть?» Жанет посмотрела на него и беззвучно ответила, «Много». Ночью беженцы приютились в церкви. Пахло ладанами сухими цветами. Рядом с Жанет мать бережно кормила грудью ребенка. Дорога возле алтаря стонала, к утру она притихла. Когда сквозь цветные стекла пробились малиновые лучи, она лежала неподвижно, острый нос глядел в купол. Пит или умерла, никто не знал. Жанет сидя дремала. В полусне проносились обрывки воспоминаний. Чаще всего она видела июльскую ночь, когда шла по узкой улице Сандре, голубого слона, карусели, фонарь и поцелуй под широким каштаном. Все зашевелились и, кряхтя, двинулись дальше. Только старуха осталась, залитый солнцем в беленой церквушке. Около полудня с холма Жанет увидела Луару. Блеснула вода. И Жанет подумала, значит, послась. Как всем ей казалось, что стоит перейти Луару и на том берегу жизнь. Кругом валялись сожженные или брошенные машины. Деревья были расщеплены. Висели порванные провода. Жанет наткнулась на труп лошади. Торчали большие желтые зубы. Лошадь как будто улыбалась. В стороне от дороги лежала раненая женщина. Возле нее дело другая, закрыв лицо рукой. Город Жиен был разрушен. Среди мусора валялись кастрюли, книги, солдатские подсумки. На случайно уцелевшей стене висел яркий плакат «Замки Луары, жемчужина Франции». Жанет с трудом пробиралась между развалин. Солнце было горячим. Трупный запах шел от камней. Под ними лежали мертвые. Иногда торчала голова, высовывались ноги в дамских туфлях, старческие руки. Жанет шла как лунатик, ничего не видела, но шла к реке. Вдруг она остановилась, вскрикнула. Мост был взорван. Она села на камень и стала ждать смерти. Как несколько дней тому назад ждала поезда, тупо и напряженно, ничего не видя, не думая ни о чем. И когда налетели немецкие самолеты, обдав пулеметным огнем дорогу, возле которой лежали измученные беженцы, Жанет не двинулась с места. Она, наверное, осталась бы до утра на этом камне, если бы к ней не подошли другие. В общем, несчастье родилась участливость. Делились едой, помогали нести раненых, даже привели старухе, отставшую собачонку. Какие-то люди сказали, Жанет, внизу лодки. Жанет пошла за ними. На том берегу она рассмеялась и хотела сказать деревьям «Вот и я, живая!» Она начала подыматься на холм. Она едва жила. Ее окликнули. «Жанет!» Не сразу она узнала в грязном оброшенном щетиной солдате «Люсьена». А он тряс ее руку и смеялся. Четыре года они не видали. Столько раз Люсьен ее увидел в фойе театра и постарался уйти незамеченным. Теперь он от радости смеялся, ведь какое это счастье встретить Жанет в такое время, напасть на нее среди десятков тысяч. Он чувствовал, что никогда не переставал ее любить. Все, что было потом, игра в заговор, Дженни, Дюны, только длинный дурной сон. Вот она говорит, он слышит ее голос. Жанет спрашивала «Люсьен, что же это случилось? Это такое горе. Знаешь, на том берегу женщин, детей сейчас мальчика убили. Я ничего не понимаю». Люсьен усмехнулся. На одной этой дороге тысяч двадцать беженцев погибло. И сколько таких дорог? Я на севере видел. Мы идем, а впереди беженцы, нельзя пройти. Перед беженцами немцы. Ты не понимаешь? Они этого хотели, завели армию в западню и удрали. Хотели, чтобы нас расколотили, вот и все. Мой папаша в том числе. Сколько раз он говорил немцы, и то лучше. Вот тебе и лучше. Он грустно погладил руку Жанет. Тебе надо идти. Они будут бомбить. Видишь, сколько солдат. А офицеров три. Остальные удрали. Говорят, что мы будем защищать этот холм. Не верится. Все время так. Окопаемся, ждем, потом приказ отступать. А они бомбят. Жанет. Иди, Жанет. Люсьен, как же ты здесь останешься? Я? Я был в Дюнкерке. Может, лучше, если убьют. А я боюсь, мне, Люсьен, жить хочется. Она крепко его поцеловала и пошла дальше. На верхушке холма она остановилась. Солнце, заходя, было очень большим и красным. Отсюда не было видно разрушений, и жизнь представлялась мирной, полной зелени и свежести. Широкая, но мелкая луара лениво посвечивала вдалеке. Песчаные острова были покрыты кустарником. Возле Жанет два дерева стояли важные, как часовые на постах. Темные листья вырисовывались на небе. Те деревья, что были подальше, казались синими. В некошенную траву ныряли ласточки. Далеко басом лавила собака. Беленький домик, наверное, брошенный хозяевами, манил к себе. Приют мира. Жанет подумала, да чего хорошо, вытащила из сумки бисквит, ее охватила простая радость жизни. Тогда снова послышалось знакомое гудение. Она послушно упала на траву. Как это делали прежде другие, она старалась стать плоской, незаметной, зарыться в траву. А трава изумительно пахла детством Жанет, первыми ее веснами. Сердце билось, шум нарастал. Она еще успела подумать, здесь, наверное, растет мята, ведь это мятой пахнет. Агония длилась недолго. Платье и трава вокруг были в крови. Лицо Жанет было спокойное. Поднялся ветер, он приподымал ее длинные вьющиеся волосы, а большие совиные глаза удивленно глядели на первые еще бледные звезды. Тесса завтракал в ресторане Золотой Каплун с испанским послом. Разговор предстоял тяжелый, но тонкость бордосской кухни и прославленный погреб ресторана смягчали горесть положения. Тесса пережил ужасную неделю. Тур он приехал за два дня до своих товарищей по кабинету. Только благодаря этому он получил приличное помещение, а потом министры метались как бездомные бродяги. Город бомбили. Райно знал одно, писал телеграммы Рузвельту. Тесса Острил, наш премьер превратился в специального корреспондента United Press. Беспорядок был такой, что одна из телеграмм Рузвельту провалялась ночь на телеграфе. А немцы продвигались каждый день на 50 километров. Дороги были забиты беженцами. Тесса старался почаще встречаться с Бретельем, но тот был угрюм, малообщителен. Говорил, что жена заболела нервным расстройством. Не мудрено. Тесса не понимает, как это он не заболел. Только Лаваль сиял. Его белый галстук казался убором молодожена. Но Лаваль не обращал на Тесса внимания. Что касается министров, они носились бессмысленно из замка, где жил Рейно, в город, искали пропавшие чемоданы и отмахивались от секретарей, пристававших с глупыми вопросами, когда мы уезжаем. На заседании кабинета Тесса предложил начать мирные переговоры. Рейно его прервал. А наше обязательство нужно подождать, что ответит Рузвельт. Мандель пристально взглянул на Тесса и Тесса отвернулся. Этот человек на все способен. Для него Тесса предатель. Даже дети знают, что когда Мандель решил кого-нибудь погубить, можно писать некролог. Страшное лицо некровинки. Инквизитор. Помощь пришла неожиданно. Генерал Пикар потребовал, чтобы его допустили на совещание. Чрезвычайно важное известие. Обычно спокойный Пикар был страшен. Он шамкал, и Тесса вдруг увидел, что у Пикара нет зубов. Как он мог потерять челюсть? Тесса не сразу понял, что говорит генерал. А тот повторял, да, да, коммунистический переворот, чернь осаждает Елисейский дворец, возникли большие пожары. Тесса в ужасе закрыл глаза. Он не боялся ни бомб, ни снарядов. Он даже приучил себя к мысли, что может попасть в плен. Это ужасно, но немцы культурные люди, они не станут обращаться с министром, как с преступником. Только коммунисты пугали Тесса. После разговора с Денис он понял, что красный его ненавидит. Если они захватят власть, ему не миновать пулей. И потом, какое несчастье для Франции, когда немцы войдут в Париж, это будет днем национального траура. Но все-таки немцы лучше коммунистов. Немцы подымут над Елисейским дворцом свой флаг, но дворца они не тронут, а коммунисты все сожгут, как в 71-м уже начали жечь. Это фанатики и звери. Мандель связался с Парижем и полчаса спустя заявил «В Париже полный порядок». Пикар попробовал спорить, но потом самодовольной улыбкой сказал «Конечно, генерал Дэнс мой друг, это один из лучших полководцев, он отдал полиции приказ стрелять по провокаторам, которые вздумают оказывать противнику вооруженные сопротивления». Теса повторял «Пора уезжать из Тура». Прошли еще сутки. Немцы снова продвинулись на 50 километров. Это был отвратительный день, 14 июня. Он всегда думал, что 14 для него фатальное число. 14 умерла Амали. Теса сидел в парикмахерской, когда ему сказали, что немцы вошли в Париж. Он был подготовлен к событию, но все же не выдержал и воскликнул «Какое горе!» А парикмахер закричал «Уходите! Я не могу работать!» Наверное, парикмахер был коммунистом. Вечером связан связан ли он с коммунистами. Здесь много портовых рабочих. Префект сказал «Опасный элемент!» Нужно прогнать Рейно, а Лебрен все еще колеблется. Сидит и плачет. Слезы не по сезону, теперь нужна твердая рука. Бретель поручил Теса переговорить с испанским послом. «Берлин должен сообщить условия». Бретель добавил, что от этого разговора многое зависит. Теса был горд своей миссией и в то же время подавлен. Он старался расположить к себе испанца. Когда посол начал хвалить бордоское вино, Теса дипломатично возразил «Я пробовал вашу риоху, она не уступает нашим лучшим сортам». Вздохнув, он сказал «Мой сын был консулом в Саламанке во время вашей национальной эпопеи. Он дружил со многими фалангистами, активно помогал генералу Франко». «Где теперь ваш сын?» Теса ответил не сразу. Он покраснел. «Да чего жарко в ресторане?» «Погиб, его убили коммунисты». После Каплуна на Вертеле Теса наконец-то заговорил о деле. «Каковы условия Берлина?» Испанец сначала отвечал туманно. Не стоит останавливаться на деталях. Должно быть взаимное понимание. Победители не хотят унизить Францию. Когда он перешел к тому, что назвал деталями, Теса почувствовал в спине холод. Но это невозможно. Конечно, в некоторых пунктах мыслим изменения. «Как я вам говорил, самое существенное установить контакт. Многое зависит от судьбы вашего военного флота. Берлин сомневался, сможет ли маршал, придя к власти, заставить всех подчиниться его приказам. В частности, немцев беспокоят некоторые нездоровые настроения в Марокко и в Сирии. Это недоразумение. Во Франции нет человека более авторитетного, нежели герой Вердена. Тем лучше. Вы правы, Арманьяк здесь волшебный». После завтрака Теса поспешил к Бретейлю. Немцы сошли с ума. Условия неслыханные, скажу прямо, недостойные. Боюсь, что Рейно прав, придется улепетывать на Мадагаскар. Увидев, что Бретейль не изумлен немецкими требованиями, Теса успокоился. «Конечно, нужно смотреть на вещи трезво. В общем, это не так страшно, как мне показалось на первый взгляд. Я думаю, только что не стоит сейчас оглашать условия. Сначала подпишем, потом напечатаем. Иначе этим могут воспользоваться коммунисты. Или Деголь. Кстати, он в Бордо. Интересно, что он здесь делает? Да, нам предстоит пережить несколько тяжелых дней. А потом все войдет в норму». Вечером Ройно подал в отставку. Теса сердечно поздравил Петена. «Ваш ореол победителя!» Старческим глухим голосом маршал ответил «Благодарствую». Поздно ночью Теса продиктовал Жолио состав нового правительства. Толстяк уже успел выпустить в Бордо крохотное издание Лавуа Нувель. Песа сказал «Конечно, министерский кризис прошел не по этикету, но у маршала был готов список, декларацию не удалось огласить в палате, ничего не поделаешь, мы теперь на положении беженцев». Жолио спросил «Каковы условия немцев?» «Этого я не могу сообщить, государственная тайна. скажу одно, условия вполне совместимы с нашим достоинством, на другие условия маршал никогда не пошел бы». Жолио недоверчиво прищурил один глаз. «Достоинство вещерастяжимое, меня интересует пустят сюда немцев или нет, и я наконец-то нашел плохонькую типографию, и потом нельзя жить в автомобиле». «Вы можете здесь обосноваться, Бордо станет второй столицей». Часы тянулись как месяцы. Немцы медлили с ответом, продвигались вперед. Дважды в день Теса подчеркивал на карте города, захваченные противником. Орлеан, Шербург, Рени, Дижон, Бельфор. На четвертый день он приказал убрать карту. В унынии он сказал помаре. «Скажи мне лучше, какие города у нас еще остались?» Шатан вдруг заявил Теса. «Они хотят нас добить. Условия таковы, что под ними не подпишется ни один француз». Усмехаясь он добавил, «Разве что твой Грандель, но он остался в Париже». Теса обиделся. «С каких пор Грандель мой? И я вовсе не настаиваю на капитуляции. Я хотел почетного мира. Это естественно. Если нужно, мы уедем. В Алжир. Может быть, для начала в Терпиньян? Оттуда легко выбраться через порт Вандер?» И Теса начал думать о сопротивлении. Долго разглядывал карту, беседовал с генералом Леридо. Обратился по радио к стране. «Солдаты и моряки! Перемирие не подписано. Борьба продолжается. Рука об руку с союзниками защищайте нашу честь на суше, на море и воздухе!» Вечером он вышел погулять. У него болела голова, он хотел проветриться. Возле порта его узнали грузчики, стали кричать «Хорошо бы изменника выкупать или на фонарь!» Теса увидел такси, это было спасением. Несмотря на духоту, он поднял стекла, ему казалось, что его преследует. Он поехал к Бреттейлю. «Шатан опять интригует, хочет, чтобы мы переехали в Перпиньян а потом в Африку. Это проделки Чарчилля. Шатан всегда был падок на деньги. Вспомни только дело Ставиского. Я считаю, что нужно принять немецкие условия. Мы катимся к революции, к анархии». Немцы все еще медлили с ответом. Они наступали на Бордо. Рано утром Теса проснулся от грохота. Бомбардировщики летали низко над городом. Час спустя Теса доложили семьсот жертв. Пришлось поехать в госпиталь. Зрелище раненых детей, запах эфира доконали Теса. Он визжал, мы посылаем телеграммы, а они отвечают нам бомбами. Прибежал мэр Бордо Марке, требовал, чтобы правительство уехало, нужно спасти город. Началась паника. Весь день Теса провел у испанского посла, вечером он гордо сказал Жулио, можете успокоить население, немцы обещали маршалу не трогать город. На следующий день он раскаялся. Зачем он говорил Жулио? В Бордо кинулись отовсюду толпы обезумевших беженцев. Нельзя было проехать по улице, в булочных не было хлеба, люди спали на площадях, а к городу все неслись и неслись люди. Теса вызвал префекта. Никого не впускайте в город, не то мы погибнем, поставьте полицейских с автоматами, на армию нельзя положиться, солдаты разложились, они пропустят кого угодно, беженцев, немцев, коммунистов. Когда Теса сообщили, что город Тур сопротивляется, он вышел из себя сумасшедший, зачем озлоблять Гитлера, и правительство по предложению Теса объявило все города Франции открытыми. Теса снова выступил по радио, и его голос дрожал от волнения. Мы надеемся, что наши противники проявят благородство. Французский народ всегда был реалистом. Мы умеем глядеть правде в глаза. Если нам придется вложить меч в ножны, мы скажем, дух непобедим, но, увы, в настоящий момент танки сильнее духа. Он сидел измученный, по лицу строился пот. Вдруг вошел Вайс. Теса удивился, почему впускает без доклада. Забывает, что он министр, что Бордо теперь столица. Вайс протянул бумажку. Подпишите. Что это? Вайс объяснил. Многие летчики хотят улететь в Англию. Необходимо воспрепятствовать, сделать бензин негодным. Но это не мое ведомство. Обратитесь к генералу. Вайс зло усмехнулся. Генерал, когда нужно, неуловим. А дело срочное. Я вам советую не быть формалистом. Название министерств никого больше не интересует, а за каждый ускользнувший самолет вы будете отвечать перед ненцами. Вы меня понимаете? Теса хотел крикнуть наглец, шпион, но он не крикнул. Растерянно поглядел на Вайса. Потом вынул ручку, прищурил глаза и подписал. Вайс вежливо поблагодарил. Тур держался. Защитники города дважды уничтожали понтоны. С удивлением поглядывали немцы на серый островок домов, перед которым посвечивала Луара. Через Тур шла дорога в Пуатье и дальше на юг. Неожиданная заминка нервировала наступавшую армию. Один из немецких генералов, любивший похвастать своей начитанностью, говорил офицерам, что вы хотите, эти лягушатники защищают родину Бальзака. Как случилось, что Тур не был объявлен открытым городом? Говорили, будто мэр призвал население к обороне. И тогда солдаты, пристыженные отвагой жителей, решили не отступать. Говорили, будто первые атаки были отбиты ранеными, находившимися в местном лазарете. Легенды рождались в погребах, где среди бочек луарского вина прятались жители. Батальоны становились дивизиями, рассказывали о каких-то таинственных снарядах, уничтожающих немецкие танки. Никто не понимал, почему Тур еще держится. Видимо, даже в дни паники находятся смелые люди. Защищали Тур два батальона, к ним присоединили сотня раненых и некоторое количество добровольцев, пожилых людей, прошедших прошлую войну, или подростков, не призванных в армию. Среди защитников находился депутат парламента лейтенант Дюкан. Солдаты назвали его дедушкой, он сильно постарел за этот год. Все, чем он жил, оказалось вымышленным. Дюкан не был слеп, он видел свою ошибку, но втайне он надеялся, что кровь самоотверженных людей воскресит старую знакомую ему по книгам Францию. Оборона Тура была для него последней милостью судьбы. 35 лет тому назад Дюкан пошел на литературный вечер. Он тогда был некрасивым подростком с большими оттопыренными ушами, мечтавшим о карьере летчика. Поэт Шарль Пеги читал стихи «Блаженны погибшие в правом бою за четыре угла родимой земли». Пеги убили в первый день битвы, которая потом была названа Марнской. Он не знал, что эта битва закончится победой. Он умер, видя разгром, панику, бегство, умер, защищая Париж. И Франция победила. Теперь Дюкан часто повторял любимые строки. Стихи Пеги поддерживали его в минуты отчаяния. Он старался не думать о том, что происходит в Бордо. Измученный, много ночей не спавший среди грохота снарядов и криков раненых, Дюкан еще верил в победу. Оборона небольшого города была для него битвой за Францию. Немецкие батареи, расположенные на правом берегу Луары, старательно уничтожали Тур. Им помогали бомбардировщики. Тяжелые бомбы сносили старые дома с лепными фасадами, с колоннами, с башнями. У защитников не было продовольствия, не было перевязочных средств, не было снарядов. Французские орудия замолкли, только пулеметный огонь задерживал противника. К концу второго дня выпала короткая передышка. В одном из домов, выходивших на набережную, Дюкан и сержант Майо ужинали. Солдаты принесли им хлеб и огрызы колбасы. Они громко жевали. В непривычной тишине этот звук был уютным. В комнате было темно. Окна завалили мешками с песком. Мебель напоминала о прошлой жизни. Буфет, а на нем фаянсовые чашки с розовыми петушками. На полу валялись гильзы, пустые жестянки, обрывки писем. В соседней комнате отдыхали солдаты. Кто-то включил радио, из Бордо передавали речь Тесса. Министр нового правительства говорил о танках и о бессмертной душе. Дюкан крикнул «Заткни глотку, подлец!» Солдаты рассмеялись. «Он дедушке есть не дает». Радио выключили. А сержант майор, седой щетиной на лице с красными воспаленными глазами, вдруг сказал Дюкану «Почему вы им помогали?» «В 36-м вы честный человек, кажется, мы отсюда не выкарабкаемся. Я хочу понять». «Понять?» Дюкан усмехнулся. «Я сам ничего не понимаю. Белое оказалось черным, черное-белым. Вот мы и ослепли. Или наоборот, что-то начали видеть. Не знаю, есть честные люди, англичане не сдадутся. А наша судьба...» Он махнул рукой. Мое сказал «В ту войну я был на севере, в Арасе. Город буквально снесли с земли. Теперь в начале войны я снова попал в Арас. Смешно. Гляжу, за 20 лет люди отстроили город. Там было спокойно. Тыл, Бельгия. Никто не думал. И вот снова. Когда мы отходили от Араса, ничего не оставалось. Мусор, труха. Будут снова отстраивать. Чепуха? Разве можно так жить? Что-то нужно изменить и всерьез. Вы коммунист? Нет. Я был учителем. Голосовал против вас за Народный фронт. Но политикой не занимался. А теперь я дошел до отчаяния. Вчера капитан Греми мне сказал, вы плохой француз. Неужели все так и останется? Дюкан крикнул, если мы выживем, я первый скажу нет. Но теперь не время. Скажите, неужели вы не будете, заикаясь, он едва выговорил, защищать город? ответил грохот снаряда. Пауза кончилась. Третий день решил все. Немцы ворвались в тур. Горела библиотека. Бои шли на узких улицах между набережной и бульварами. Солнце, пробиваясь сквозь дым, было грязно-розовым, пахло гарью. Дюкан стоял возле чердачного оконца. Перед ним были черепичные крыши, длинная извилистая улица. Стреляет он неплохо. Когда-то в маленьком городке, где вырос Дюкан, на троицу открывалась ярмарка. Дюкан не умел ухаживать за девушками, заикался, стыдился своего уродства. Он расцветал у тира. Все стояли охали, ну и стреляет. Это было тщеславием подростка. Теперь это последняя надежда. Он себя дешево не продаст. Вдалеке он заметил немцев. Они шли гуськом, прижавшись к серой стене. Улицу пересекала баррикада. Бочки выброшены из домов мебель, тюфяки. Вдруг Дюкан увидел французского солдата. Это сержант майор. Что он делает? Сумасшедший. Майор бросился навстречу немцам. Потом остановился, кинул гранату. Три немца остались на мостовой. Остальные убежали. Дюкан, не помня себя, ревел. Здорово, сержант! Здорово! Майор стоял, не двигаясь, будто окаменел. Раздался залп, он скинул руки и упал. Снова показались немцы. Дюкан стрелял без промаху. Немцы не выдержали, побежали назад к набережной. Дюкан вытер рукавом мокрый лоб, схватил фляжку. Его давно мучила жажда. Он не подумал, что немцы могут подойти с соседней улицы по крышам. Он увидел перед собой рослого рыжего солдата. Они долго боролись. Дюкан удалось повалить немца. Была минута тишины. Жужжал залетевший в комнату шмель. Дюкан подобрал винтовку, прицелился, по крышам ползли немцы. Он еще два раза выстрелил. Успел подумать, это девятый. Потом зашатался и упал. Шумно, как дерево. Тесса лежал на кушетке в изнеможении. Мухи не давали ему покоя, садились на нос, на теме, щекотали уши. Он не мог двинуться. Мечта уснуть на сон не шел. Он чувствовал длину каждой минуты. А когда-то незаметно пролетали дни, месяцы. В ужасе Тесса подумал, где теперь Денис? Ее схватили немцы. Аполлет, наверное, погибла. Не то она разыскала бы его, министра легко разыскать. Все говорят, что на дорогах трупы беженцев. Да и Люсьен вряд ли уцелел. Это сорви голова, такие гибнут первыми. Что будет дальше? Лаваль улыбается. Марке горд бордовскими винами. Бретель коротко отвечает обойдется. И ни единого проблеска. Немцы продолжают наступать. Заняли Брест, Леон. Они в Ларшелле, а это возле Бордо. Парламентеры уехали, среди них Пикар, но кто знает, что им скажут. Может быть, немцы нарочно тянут? В стране неспокойно. Помаре говорит, что в Марселе коммунисты кричат на всех площадях. Да и здесь препротивное настроение. Теса вспомнил свою встречу с рабочими, громко вздохнул. Конечно, Вайс нахал, но он прав. За самолеты придется отвечать. Некоторые радикалы собираются удрать в Африку. Это не так глупо. Теса предлагали место на пароходе Мастилья. Он готов был согласиться, но Бретель сказал, пассажиров Мастильи мы приставим к стенке. И Теса поспешно воскликнул правильно. Такие минуты не покидают родину. Раздался телефонный звонок. Теса вызывали на заседание. Увидав, что Лебрен сморкается, Теса понял, новости невеселые. Бретель монотонно как поминальную молитву прочитал немецкие условия, переданные по проводу генералам Пекарам. Теса возмущенно крикнул «Позорные условия!» Бретель сухо посмотрел на него. «Не следует забывать, что мы разбиты». «Я понимаю», — писакивал головой. «Лично я за то, чтобы подписать». Полуживой от усталости он подошел к микрофону, откашлялся и бодро, как в былые годы, начал речь, обращенную к нации. «Не будем падать духом!» «Условия перемирия, подписанные нашими делегатами, тяжелы, но не позорны. Это почетные условия. Вся моя жизнь тому порукой!» А после, выпив стакан минеральной воды, слабым голосом сказал Братаэлю. «Только смотри, чтобы не напечатали до того, как солдаты сложат оружие. Зачем играть с огнем? Среди них достаточно горячих голов». В Бордо возвратился Пикар. Писак тотчас поехал к нему. Его разбирало любопытство. Как все было? Я говорю об атмосфере. Генерал поглядел на него тусклыми пустыми глазами. «Мне стыдно за мой мундир, но все же меня интересуют детали». «Детали?» «Пожалуйста». Нас отвели в палатку. Там стоял стол, на нем графин с водой, чернильница, перья. Офицер сказал, «Мы вас принимаем великодушно, не правда ли?» и показал на графин. Потом он обратился к своим коллегам и сказал, «Я не маршал Фош, но он...» «Как держался он?» «Он похож на какого-то актера кино». Бегал, суетился, речь произнес. У него хриплый голос. Он стоял на поляне и ногой топтал траву, хотел показать топчу французскую землю. Вот и все. Об остальном я не расскажу даже себе, слишком стыдно. Прошло еще три дня. Ты сам много работал. Повседневные заботы отвлекали его от раздумий. Приходилось заниматься всем, принимать журналистов и проверять полицейские кордоны, следить за подвозом муки и ублажать испанского посла. А тут еще подоспела реорганизация кабинета. Ввели двух новых министров. Парламентеры теперь направились в Рим. Все ждали развязки. Немцы продолжали бомбить города. Жоле каркал. Я никому больше не верю. Вы увидите, что они придут в Бордо. Наконец условия перемирия были преданы гласности. Бретель предложил устроить день национального траура. Цесар осмеялся. У него одна мысль, как бы помолиться. Любит Ладан. Решили отслужить торжественную панихиду. На богослужении присутствовали Петен и все министры. Цесар надел черный галстук, как на похороны. Возле собора несколько человек прокричали «Да здравствует маршал!» Цесар обиделся. Опять выделяет премьера. Во время панихиды он скучал, лезли в голову дурацкие мысли. Вдруг Полет не погибла, а сошлась с кем-нибудь. Виар наверно радуется, что не вошел в кабинет, потом скажет «У меня руки чистые, я не подписывал. Через два дня придется снова переезжать. Ох, как глупо вышло!» А у Гитлера маленькие усики, как у Чаплина. Жарко. Когда Тесса выходил из собора, к нему подошел пожилой человек благообразной наружности с ленточкой в петлице. Тесса вежливо спросил «Что вам угодно, сударь?» Вместо ответа незнакомец ударил его по лицу. Тесса схватился за щеку и еще ничего не соображая крикнул «Но почему?» Обидчик, глядя на него темными злыми глазами ответил «По у меня два сына погибли!» Он не договорил. Его увели полицейские. Собралась толпа. Старая женщина в трауре плакала. Кто-то хихикнул «Съездили по морде?» Тесса поспешно сел в машину. Он еще не оправился от потрясения, когда прибежал Жолео. «Вы меня снова подвели! Оказывается, они занимают по договору Бордо! Я не понимаю, как вы не отдали им Марселя!» Напрасно Тесса пытался его успокоить. Говорил, что в Клермон-Ферране прекрасной типографии, что газета там расцветет, он ей устроит субсидию. Толстяк вопил, «Нужна мне ваша помощь! Грош ей цена! Можно быть лакеем у господ, но не лакеем у лакеев! Лучше в Марселе продавать ракушки!» Жулёй еще долго бушевал, потом поплелся в гостиницу, где его ждала Мари. Он не сразу пришел в себя, выпил целый сифон. Наконец сказал, «Тесса едет в Клермон-Ферран, четвертая столица, потом будет пятая, нас меня хватит, точка, все равно Франции правят немцы, а тогда лучше вернуться в Париж, там, по крайней мере, у нас квартира. Но что ты будешь делать в Париже? То, что делал Лавуан-Эвэль, как будто немцам не нужны газеты. А кто в меня кинет камнем? Тесса? Ему только что дали по морде, щека припухла, хоть какое-нибудь удовлетворение». Несколько дней спустя правительство выехало в Клермон-Ферран. Тесса уложил документы в поместительный портфель, проверил замки чемоданов. Потом он выглянул в окно и отскочил по улице, маршировали немцы. Нарядный лейтенант снисходительно оглядывал редких прохожих. Тесса обиделся, не могли подождать до вечера. Все-таки неудобно суверенное правительство и рядом оккупанты. Что подумают за границей? Он сдвинул бархатные портьеры. Точно хотел отгородить себя от немцев. Секретарь сказал, что машина будет через час. Исправляет мотор. Тесса прилег перед дорогой. Золотые пятна солнца, пробиваясь между шторами, прыгали по стене. Вдруг он увидел глаза своего обидчика, жесткие, металлические. что с ним сделали. А нужно понять чувства отца. Денис, Люсиен. И Тесса позвонил префекту. Я обращаюсь к вам с просьбой. На меня было совершено сегодня нападение. Благодарю вас, хорошо. Я прошу вас освободить этого человека. Он сказал мне, что его сыновья погибли на фронте. Вы отец семейства, вы понимаете, какое это горе. Можно потерять голову. У меня тоже двое детей. Да, да, погибли. Тесса едва договорил, его душили слезы. Пришел секретарь. Машина подана. Тесса привел себя в порядок. Через несколько минут в машине сидел человек, который понимает, что он облечен доверием нации. Правительство обосновалось в Клермон-Ферране, потому что окрестности этого города изобилуют минеральными источниками. Кругом расположено много курортов с комфортабельными гостиницами. Лаваль остановился в Клермон-Ферране. Другие министры облюбовали кто Виши, кто Мондор, кто Бурбуль. Тесса счел наиболее пристойным Руайя. Здесь задержали комнаты для президента республики. Большая кондитерская маркиза Де-Севиньи была переполнена. На улице толпились люди, ожидая, когда освободится столик. Прельщал беженцев не столько густой шоколад, которым славился Руайя, сколько общества. После пережитых ужасов приятно было встретить знакомых, очутиться в своем кругу. Казалось, сюда перебрались все кафе Елисейских полей, и Ронт-Пуань, и Мариньи, и бар Карльтон, и была резиденция Люсьена Фукет. Госпожа Монтиньи, задыхаясь от жары и горя, рассказывала, мне пришлось за неделю до катастрофы вернуться в Париж. Муж заболел ангиной, а потом мы едва выбрались. Это была ужасная поездка. Возле Невера мы оставили наш Кадильяк, не было бензина, нас довез до Виши какой-то мошенник, но я надеюсь, что машина цела. Модный драматург за другим столиком жаловался, шестнадцатого должна была быть премьера, а десятого все началось, теперь неизвестно, когда откроется театральный сезон. Биржевик кричал своему собеседнику глухому с аппаратом возле уха, не имея курса в Нью-Йорка, трудно сказать что-нибудь определенное, но я не продавал бы, как только все уляжется, эти бумаги пойдут в гору. Десер, до которого доходили рассказы, сетования, пророчества, мучительно усмехался. Они еще не поняли, что случилось, думают, через неделю или через месяц возобновится прежняя жизнь. почему десер пришел сюда? Он не любил тишинебельных заведений и шоколаду предпочитал вино, а теперь щебет растерянных и растерзанных дам, причитание мужей с запыленными саквояжами, лай японских собачеки, тейтерьеров, вздохи, у меня пропал чемодан в мулене, в восторге, я дал швейцару три тысячи и получил комнату, суета встревоженного света и полусвета были ему вдвойне противны, но он хотел доконать себя, увидев, как теса зашел в кондитерскую, десер остановил машину, он слушал щебет и задыхался, вся низость тут, вся грязь, перед его глазами еще была кровь, он проехал по дороге, которую звали Лазурный, она ведет из Парижа в Ниццу, прежде по ней неслись спортсмены, дамы в коротких штанишках, снобы, любители юга или рулетки, по этой дороге двинулись беженцы, над ними низко кружили немцы, усмехались и давали очередь, десер видел братские могилы, он видел тысячи бездомных, парижские автобусы стали домами, в них ютились счастливцы, голодные солдаты бродили по полям, искали свеклу или репу, кричали, как помешанные женщины, звали пропавших детей, вместо городов были развалены, мычали недойные обезумевшие коровы, пахло гарью, трупами. Вспомнив лазурную дорогу, десер закрыл глаза. Он очнулся от смеха теса. И ты тут? Мир действительно тесен, пережить все, что мы пережили, и встретиться у маркиза до Севиньи. Десер молчал, теса не унимался, ты плохо выглядишь, нехорошо, Жюль, нужно взять себя в руки. Я лично боялся худшего, а все обошлось. Ты знаешь, наши фанатики, Манделли и компания, хотели убрать в Африку, но мы их не пустили, в такие минуты должно быть единство наций. Теперь скоро все кончится, немцы пойдут на Лондон, дело двух-трех месяцев. Мы вышли из игры, и это наш плюс. Что ты собираешься делать? Ты можешь нам помочь. Теперь начнется экономическое восстановление. Почему ты смеешься? Я говорю, вполне серьезно. Дессер больше не смеялся, он сказал задумчиво. Это хорошо, что ты ничего не понимаешь. Пей шоколад и не думай, ведь ты клоп. Не сердись на меня, но ты старый почтенный клоп, и ты жил в старом почтенном доме. теперь дом сгорел, а клоп еще жив. Но сколько ему осталось? Мне тебя жаль вот такого, как ты есть. Пожалей лучше себя, меня нечего жалеть, ты сокричал от обиды. Я не фуже, я человек новых концепций. Это ты цеплялся за прошлое, народный фронт, либерализм, Америка. Мы очистим страну от гнили. Я подготавляю текст новой конституции. Мы возьмем у Гитлера самую ценную идею сотрудничества классов, иерархию, дисциплину, и прибавим нашей традиции, культ семьи, французское благоразумие, а тогда Десер не слушал, он задумчиво повторял, бедный старый клоп. Деса ушел. Десер еще сидел. Он больше не прислушивался к разговорам, не разглядывал соседей. Наконец он поднялся, неуверенной походкой прошел к двери. Кто-то громко сказал, и Десер здесь, значит все в порядке. Он не обернулся, может быть не расслышал. Он снова видел Париж, окутанный черным туманом, беженцев с тележками, горы мусора. Это та Франция, которой он хотел отстоять, спасти Франция его детства, рыболовов, китайских фонариков, кафе де конерс. Когда-то он показал Пьеру насветившиеся окна тихой заброшенной улицы, еле суп, готовили уроки, вязали на брюшники, ревновали, целовались. Больше ничего нет. Черные окна, как выколотые глаза, расщепленные бомбами стены, а на площади Конкорд немцы. Нужно додумать, сделать выводы. Он хотел спасти и кормил клопа, сотни клопов, любил скромные кабачки и миллионы. Все было ложью, поэтому и Жанет терзалась. Да, за всю свою долгую жизнь он полюбил одну женщину, сбалмошную, никчемную, добрую. Что с Жанет? Может быть, она бродит рядом, ищет ночлега. Или погибла на дороге. По старенькой улице маршируют солдаты серо-зеленые. Он ей не может помочь. Он всех губил. Давно исчезли гостиницы, магазины, автомобили. Потянулась свежестью пастбищ. Темно-зеленая трава радовала глаза, измученные рябью жизни. ДСР правил, не задумываясь, куда едет. Зачем-то повернул направо. Дорога шла в гору. Прохладно. И до чего хорошо. Он остановил машину, вышел. Местность была пустынной, впервые за долгое время ДСР ДСР оказался один. Он с нежностью глядел на лугах. Цветы желтые, розовые, лиловые. Вот эти, кажется, называли львиным зелом. Какое детское имя. А дальше темно-синие горы. На них облака. Это овцы. Воздух был настолько чистым, что ДСР стоял и дышал изумленный. Все последнее время ему казалось, что он задыхается. А здесь сердце часто билось, стучало в висках, уши наполнял глухой гул. Он подумал о Бернаре. Это был его давний друг. Бернара знали все как опытного хирурга. Вчера ДСР рассказали, что он застрелился. У него было лицо ипсоновского пастора, сухое и суровое. Но он любил жить, копался в грядках, играл с дочкой. И вот Бернар застрелился, увидел немцев под окном и написал на листке из блокнота «Не могу, умираю». Прежде смерть пугала ДСР необычностью, непонятностью. Теперь он подумал о конце Бернара как о мудром, но житейском деле. Он вдруг понял, что смерть входит в жизнь, и смерть перестала его страшить. Он прошел по лужайке до дерева. Смешно шагал, не хотел примять цветы. Дерево напоминало ему флери, встречи с Жанетт. Увидим вместе мы корабль забвенья и Елисейские поля. Вот они поля забвенья Элизиум. Со стороны это было диковинное зрелище. Старый человек, тучный и неповоротливый, в длинном пальто, шагал по лужайке, размахивал руками, бормотал зерно, любовь, холод. Но кругом никого не было. Только на горе пастухи разводили костер. До них еще не добрались ни хрип радио, ни агония беженцев, они жили прошлым покоем. Солнце зашло за гору и смерть сразу приблизилась. Она была легким туманом. Туман этот жил, дрожал, передвигался, как овцы. Десер рассеянно улыбнулся, вынул из брючного кармана большой револьвер и жадно губами прильнул к дулу, как в зной погибая от жажды к горлышку фляги. Эхо повторило выстрел. Пастухи насторожились. Вот и к ним подбирается проклятая война. Стоял конец июня, но луга лимузена были ярко зелеными, как в мае. Часами Люсьен глядел на зелень. Она успокаивала. Потом он вставал с земли и шел дальше. Он не знал, куда он идет. Давно бы залег под большим ясенем и забылся. Подымал его голод. Он как-то усмехнулся. последнее живое чувство. Он ел морковь, свеклу. Иногда встречный солдат, грязный и небритый, как Люсьен, делился с ним хлебом. Иногда в деревне давали миску парного молока, и теплый запах хлева, прежде Люсьена от него мутило, казался чудом, остатком былой молодости, запахом жизни. Люсьен вырезал себе палку. Еще неделю тому назад он числился солдатом 87-го линейного полка, но армии больше не было, и Люсьен считал себя бродягой. В одной деревушке он услышал по радио речь отца, объявившего о перемирии. Старуха, стоявшая рядом с Люсьеном, сказала, кончили, ну и хорошо, и погнала дальше свинью, розовую, как ню, живописца. Солдаты выругались, а Люсьен изумленный вслушивался в тембр голоса. Да, это голос отца. Стало далекое детство. Отец говорит над кроватью больного Люсьена, омоли, кошечка, не отчаивайся, наука всесильна. Теперь тысса говорит, душа бессмертна, а Жанет хотела жить. У немецких летчиков должны быть чертовски крепкие нервы, в упор расстреливают женщин, детишек. Значит, отец получил индульгенцию от Бреттейля. Может, получить железный крест от Гитлера? Люсьен протяжно зевнул. Даст кто-нибудь молока или нет? Но до него мимо этой деревушки уже прошли тысячи солдат. Крестьяне испуганно запирали двери домов, а старуха, которую он догнал, закрыла руками розовую равнодушную свинью, завизжала. Ничего у меня нет, ничего! В этот вечер Люсьен был особенно голоден. Он пригрозил винтовкой старухи. Та перестала визжать, но еще крепче сжала в руке веревку, к которой была привязана свинья, и зашептала «Не дам». И Люсьен сплюнул «Возь немного!» Он думал не о старухе, о свинье. Он пошел дальше. Неподалеку от дороги стояла ферма. Ставни были закрыты наглухо, крестьяне боялись ночью выглянуть. Только не умолкая лаяли собаки. Люсьен кричал «Хлеба дайте, негодяи!» Никто не отвечал. А собаки сходили с ума. Люсьен постоял и пошел в сторону к маленькой речке. Он попил теплую воду, которая пахла тиной, и лег под навесом. Он проснулся от женского голоса. «Солдат!» «А, солдат!» Над ним стояла девушка. Она надела мужское пальто поверх рубашки. Ночь была лунная, и Люсьен внимательно оглядел крестьянку. Он даже подумал «Хорошенькая!» Живые глаза и вздернутый нос придавали ей веселость, хотя ей было не весело. Она испуганно повторяла «Солдат!» «Спишь, солдат!» Она принесла Люсьену большой хлеб и кусок сала. Я ждала, пока хозяйка уснет. Сала она оставила, а другой у нее в кладовке. Я тебя видела, когда ты на дворе стоял. Хозяин не злой, только много восходит. Он говорит, сами с голоду сдохнем. Я вышла, вижу, ты к речке пошел. Как они легли, я взяла и бегом. Он ничего не ответил, вытащил нож и стал сосредоточенно есть. Девушка по-прежнему стояла над ним. Он долго ел, насытился, но не хотел скончать. Еще мутный от усталости и сна он спросил, «Дочка?» «Служанка!» Наконец-то он кончил есть, вытер нож о землю и молча взглянул на девушку. Он поймал на себе ее восторженный взгляд, удивился, думал, что должен теперь всех пугать. Он оброс жесткой рыжей щетиной, а зеленые глаза светились, шинель пропахла пылью и потом. Он показал рукой «Садись!» Девушка села. Она оказалась низкой, наголову ниже Люсьена. Он спокойно и как-то задумчиво обнял левой рукой ее шею, бережно запрокинул голову и поцеловал. Ему казалось, что он пьет воду, а она его горячо и часто целовала и потом, когда они лежали на траве, говорила «Солдат!» солдат! Начало светать. Девушка засуетилась, хозяйка проснется. Он спросил «Как тебя звать?» «Прилис Жанна». И Люсьен взволновался, осторожно погладил ее красную шершавую руку, пошевелил губами, хотел сказать что-то ласковое, но не вышло. Наконец он выговорил «Жанетт!» «А тебя?» «Люсьен». «А дальше?» «Люсьен Дюваль». Он встряхнул в шинели землю и, не оглядываясь, пошел к дороге. Ночью речки была непонятной милости судьбы, сном осужденного. Теперь он проснулся. Дюваль, Дюран, прелис, все, что угодно, только не Теса. Его могли бы пытать, он не признался бы. Конечно, стоит сказать, что он сын Теса, его сразу накормят, оденут, отвезут на машине в Виши, только лучше убить старуху ту со свиньей. Навстречу шел незнакомый солдат, тоже с палочкой. Поглядели друг на друга, подмигнули. Солдат пошутил. Маршал ты потерял свою армию, как булавку. И пошли в разные стороны. Начинается новый день, нужно искать пропитание. А маршалу Петену было не до армии. Накануне он произнес большую речь, обращенную к французской нации. Он не хотел никого обманывать. Ворчливо он повторял, не надейтесь на государство, государство вам ничего не даст. Надейтесь на ваших детей, воспитайте их в духе религии и семейного начала. Они вас поддержат. Услыхав речь маршала, тысас сначала загрустил. Его никто не поддержит, ни забулдыга Люсьен, ни гордячка Дениз. Но несколько минут спустя он насмешливо шептал Лавалю. Восемьдесят пять лет это логично, тем паче, что его кормят не дети, а государство. О солдатах никто не помнил. Министры были заняты размещением кочующих чиновников, посылкой в Париж делегации во главе с Бреттейлем, составлением новой конституции, сдачи немцам военного материала, борьбой против сторонников сопротивления. Армия распалась сама собой. Поездов не было, уроженцы неоккупированной зоны брели по дорогам на юг. Парижане и жители севера превратились в бродяг, крестьяне умоляли жандармов защитить их от солдат. Люсьен забрался на гору. Весь день он пролежал на лужайке, не хотелось двигаться. Был не жаркий день, солнце то и дело пряталось за круглыми пухлыми облаками, а облака неслись на восток, к двум серым башням соседнего города. Движение облаков увлекало Люсьена. Он ничего точно не вспоминал, не старался восстановить картины прошлого, но в самом ходе облаков было ощущение времени. Люсьен как бы заново переживал свою недлинную, но шумную жизнь. Все сливалось в одно. Мерть Анри, глаза Жанет, когда она стояла возле аптеки. Море за дюнами и легкий туман над двумя башнями. Поэтому, когда солнце зашло и в быстрых сумерках пропали облака, ему показалось, что жизнь кончена. Он даже поежился, не то от холода, не то от страха. Никогда прежде смерть его не пугала. Почему он ее испугался в этот сырой вечер на горке под тусклыми туманными звездами. Он сам удивился и вдруг крикнул «Жрать!» Ну да, он сегодня ничего не ел. Нужно отправиться на поиски хлеба. Он нырнул в долину. Среди деревьев дрожал огонек маленького квадратного окна. Люсьен постучал, крикнул «Хлеба солдату!» Никто не ответил. Это был дом старика Серже Самодура, который заморил свою жену за то, что она ходила на исповедь, силача медведя, засевшего в берлоге. Серже жил один с молодой вечно испуганной служанкой, которая, когда хозяин начинал ее бронить, неизменно икала. Старший сын Серже давно уехал в Канаду, а младший жил в соседней деревне Утесте. месяц тому назад его призвали, хотя раньше он был освобожден от военной службы как левша. Судьба привела Люсьена к домику Серже. Люсьен колотил в дверь «Давай хлеба!» Из другого оконца доносился запах капусты и лука. Служанка варила суп. Этот запах бесил Люсьена. В нем проснулась ярость. Витящееся окно молчало, и это было невыносимо. Пусть обругают, прогонят, но как они смеют молчать? За кого, черт побери, он воевал? Люсьен прилип к стеклу. За тюлем, за навески мелькнуло лицо старика, и Люсьена это лицо напомнило Бретейля. Сержей не походил на лидера верных. Сходство только почудилось взбешенному Люсьену, и он, отбежав от домика, завопил «Открой, сволочь! Стрелять буду!» Он и впрямь хотел выстрелить светлое отвратительное пятно окна, но тогда раздался выстрел, и Люсьен, описав ногой полукруг, будто танцуя, свалился. Он упал молча, закричал «Не он!» Сержей страшно закричал. Будь кругом жилье, сбежались бы люди, но домик стоял в пустынной долине, и только эхо ответило «Ай!» Да на кухне полуживая от страха икала служанка. Сержей отбросил охотничье ружье, с которым он когда-то ходил на кабана, и побежал к Люсьену. Он еще застал короткую агонию. Смерть наступила почти мгновенно. Туманная луна заливала зеленью щеки Люсьена. Глаза блестели, как у кошки, а волосы казались ярко огненными, будто они горели. В эту минуту Люсьен походил на красавца разбойника с лубочной картины, и кровь на шинели, Сержей принес фонарь, казалось свежей, жирной краской. Сержей поставил фонарь на землю, сел рядом. Так просидел он до полуночи. Хотел было закурить, и даже вынул кесет, но забыл. Сидел он неподвижно, только чуть тряслась его большая голова с космами седых нерасчесанных волос. Вышла служанка, она робко подошла к мертвому, крикнула «красивый!» и тотчас ее снова стало душить икота. Сержей огрызнулся «молчи!» Она хотела уйти, он приказал «стой!» Потом он встал и чужим бесчувственным голосом сказал «бандиты!» «А кто он?» «Солдат француз!» И здесь-то служанка вся побелела от ужаса. Хозяин вдруг упал на мертвеца, завопил «Пьеро! Сыночек!» Утром составили протокол. Сержей расписался, сказал «Введите!» Но у жандармов и без того было много хлопот. Бригадир ответил «Разберут!» Если нужно будет вызовут. Обыскали Люсьена, но бумаг не нашли. И в протоколе проставили неизвестный одетый в солдатскую форму. Вдруг служанка закричала «Нашла!» Она показала бригадиру бумажку, которую нащупала в маленьком карманчике рубашки. Бригадир развернул лист, на нем старательно прописью были выведены три слова «Франция!» «Жанет!» «Дерьмо!» Денис пряталась у Клеманса. Сороха только потому и осталась в Париже. До горбатой улицы не доходили ни барабанный бой, ни песни. Тишина казалась невыносимой. Денис много раз пыталась выйти. Клеманс ее отговаривала. «Погоди!» «Пусто!» «Сразу заметят!» Клеманс каждое утро выходила с кульком, приносила хлеб, овощи, иногда мясо. С наслаждением она готовила обед. Ей казалось, что она балует Жанно. Клеманс рассказывала «Де Вилли приехали и Руссо с женой. Говорят, что многих возвращают. Де Вилли плакал, спрашивал меня «Как коммунисты?» Я ему ответила «Коммунисты в подполье. Не так-то легко узнать, но не такие они, чтобы сдаться. Что я могу сказать? А им этого мало. Они говорят, на что нам теперь надеяться? Под немцами никто не хочет жить. Ты возьми колбасу. Колбаса хорошая, масла нет. Скоро ничего не будет. Немцы все вывозят. Марок у них сколько угодно, печатают и раздают солдатам. Я видела, как денщики выносили ящики. Все хватает, кофе, чулки, ботинки. Ты ешь получше. Кто знает, скоро голод будет, а тебе нужно много сил. Девиль правильно сказал. Теперь на них вся надежда. Когда началась паника, Денис сказали, ты останешься, будешь работать в Париже. Связь поддерживай через Гастона. Накануне прихода немцев, Денис пошла по указанному адресу. Дверь открыла заплаканная женщина сказала, Гастона забрали, а я уйду пешком. Денис обошла всех товарищей в заколоченные дома. Уехали или прячутся. Самым страшным казалось ей бездействие. Время шло медленно, ночью она готова была сломать стенные часы, тикают, тикают, а в рукомойнике каплет вода, капля за каплей. Что с Мишо? Она умрет и не узнает, что он жив, не услышит и еще как. Они могли быть вместе, могли быть счастливы, теперь ничего не будет, ни встречи, ни жизни. В Париже немцы. Нужно по многу раз повторять эти слова, чтобы поверить, а Мишо нет. Может быть его убили или взяли в плен. Как это страшно попасть в их руки живьем. Они брали в плен целые армии. Длинной казалась июньская ночь, и в полусне до одурения Денис повторяла Мишо, Мишо. Вдруг она вспомнила, Клод ей сказал, что его оставят в Париже. Нужно найти Клода. Денис помнила адрес, она нашла ему комнату после майской тревоги. Может быть, он там? Клеманс ее обняла, будто снаряжала в далекую дорогу. Ты губы поярче накрась, они таких не трогают. Нужно было пересечь центр города. Увидав первого немца, Денис попятилась, чуть было не побежала. Какая противная морда, а на рукаве свастика. Но нельзя быть такой нервной, теперь придется все скрывать, все прятать. Она пошла дальше, думала об одном, найдет Клода, начнут работать. Вот бульвары. Денис старалась не глядеть и все же глядела. На террасах больших кафе сидели немецкие офицеры с проститутками. Женщины были одеты как на пляже, босые в сандалиях, ногти выкрашены в рубиновый цвет. Смеялись, пили шампанское, чокались. В витринах были выставлены словари, путеводители по Парижу на немецком языке. Торговцы предлагали солдатам сувениры, крохотные изображения Эйфелевой башни, брошки, открытки с видами, непристойные фотографии. Бойко шла торговля. Переводились франки на марки. Газетчики выкрикивали «Матен! Виктуар!» Денис купила газету, развернула «Наши приветливые гости бесспорно оценили тонкость парижской кухни». И объявление «Кончил два факультета, говорю по-немецки, ищу место официанта». Она отбросила листок. Подозрительная смутная жизнь личинок могильных жуков шла в захваченном пустом городе. Продавались картины, рубашки, улыбки, остатки чести. С годливостью Денис спрашивал о себя «И это Париж!» Она дошла до левого берега, долго пробиралась по пустым улицам. Улицы без людей казались куда длиннее. Заколдованный город. В окнах брошенных магазинов привычные вещи, галстуки, игрушки, бокалы с леденцами. Зонтик, как старик, прислонился к заколдованной двери. Зонтик забыли. На балконе засохшая герань, клетка, а в ней мертвая птица. «Спящая красавица», подумала Денис, стала картинкой из детской книги. Пышные фасады, статуи возрождения, колонны Людовиков. Прежде она их не замечала, толпа затирала камни, а теперь камни справляют победу над людьми. На бульваре Пор-Рояль горбун разглядывал кроны дерева. Прошел слепой, стуча палкой. Проковылял хромой подросток. Все калеки, все уроды повылезали из щелей. Они не смогли уйти и заселяли город. Свели липы, пахло глухой дачей, метались вспугнутые птицы, они не могли привыкнуть к гулу моторов. С утра до ночи над завоеванным городом кружили немецкие самолеты. Они летали низко, казалось, сейчас срежут крыши. Пусто. И вдруг люди по мостовой шли беженцы, несли на руках замученных сонных детей. Неделю тому назад они покидали город. Тогда на их лицах были ужас и надежда. Они спрашивали, какой дорогой пройти, и ругали изменников, мечтали прорваться к жизни, а теперь они плелись как клячи на бойню. Они столько повидали за эти дни. Лежали под пулеметным огнем, громили поезда, плакали перед отравленными колодцами. Многие потеряли близких, и все потеряли надежду. Уходя, они не знали, что Париж окружен, дойдя до Шартра, до Орлеана, до Жиена, они увидели немцев. Их остановили, погнали назад. Они возвращались в родной город, как пойманный беглец в Острог. И мать, озираясь в испуге на немцев, шептала раскричавшемуся ребенку «Тише!» Денис увидала на стене плакат «Немецкий солдат держит ребенка». Ему доверчиво улыбается женщина, подписана «Вот покровитель французского населения». А рядом обрывки старой театральной афиши «Одеон», премьера, украшение сраптивой. Глаза немца были синими и блестящими. Эти глаза теперь отовсюду глядели на Денис. Она отворачивалась, глаза показывались снова, она перешла на другую сторону, та же ярко-синяя эмаль. И не выдержав, Денис скрикнула, глаза, отделившись от стены, шли навстречу. Она не сразу поняла, что это живой человек, а лейтенант Игриво почмокал губами. Денис вышла на авеню Дегобелен. На самом припеке стояла очередь, двадцать или тридцать женщин. Потом заметались платки, космы, кошелки. Солдаты ищут. Женщины кинулись к соседнему дому, и на асфальт пролилось синеватое жидкое молоко. Полицейские вывели из ворот юношу. На нем были солдатские штаны, синяя рабочая блуза. Кто-то крикнул «Мать, пропустите!» Старуха, Денис в первую минуту показала, что это Клеманс, подошла к солдату, крепко его обняла. Он шепнул «Прощай, мама!» Его втолкнули в фургон. Мать, оглядел смущенных полицейских, сурово сказала, «Вот, значит, на кого вы работаете!» И снова синие малевые глаза пьют коньяк, едят колбасу, гогочут. Денис повернула за угол, это был бедный квартал за площадью Италии. Дома будто раздетые, грязь, уродство, их больше не скрашивает ни шум толпы, ни пестрые витрины. На скамейках старички играют в карты, женщины стоят в подворотнях, готовые исчезнуть, как только покажутся солдаты, но немцы сюда не заходят. Денис позвонила. Никого. Кто знает? В последние часы люди уходили против воли, подчиняясь ритму шагов, безумному желанию других вырваться, уйти. И потом Клода могли арестовать. Немцы заходят в дома. Денис прислушалась. Ни шороха. А Клод, рука на задвижке, томительно думал, вот и пришли. Не открывал. Еще минуту свободы. Ты? Они долго ничего не могли вымолвить. Наконец Клод сказал, дожили. Я все-таки не думал, что придется это увидеть. Ты понимаешь, немцы в Париже. Денис поглядела на него, серые щеки, а глаза блестят. Нехорошо, печальная комната, на столе ломтик хлеба, тетрадь со стихами и книга, как закалялась сталь. Надо что-то делать, сказала Денис. У тебя есть связь? Нет. Из наших остался только Жюльен. Но как его найти? Я думал, что он придет, а по улицам он не станет ходить, теперь каждый человек заметен. Они ищут. Кияб недаром остался, он с ними работает. Надо что-то делать, Клод. Беженцы возвращаются и первое, о чем спрашивают, как коммунисты. Нельзя ждать. Преступно. Гектограф есть. Чернила, бумаги и все осталось. Только ни к чему. Разве мы с тобой знаем, о чем теперь писать? Он мучительно закашлялся, Денис молчала. Она поняла бессмысленность затеи. Конечно, Клод хороший товарищ, смелый, готов на все, но он не знает, как она, а связаться не с кем. Она сидела, сгорбившись у окна. Перед ней была мертвая улица. И как-то внезапно она вспомнила все. По этой улице проходила демонстрация. Денис увидела красные шали на балконах, услышала пенье. На деревьях, как воробьи, кричали мальчишки. Женщины подымали кулаки. Все пестрело, звучало, вибрировало. Впереди колонны шагал Мишо. Денис выпрямилась. Мишо, ты здесь? Он не отвечал. Он шагал и глядел прямо перед собой. Очень высокий и веселый. Через окопы шагал, через немцев. Мишо знает, не ошибется, не отстанет. Как она могла подумать, что Мишо убили? Мишо не могут убить. Мишо идет! Смутно улыбаясь, Денис шевелила губами. Клод, дай бумагу. Ему показалось, что она пишет стихи. Он отошел на цыпочках в угол. А Денис искала слова, чувствовала, они рядом, и не могла их найти. Снова встала фраза, которую она повторяла на бульварах. И это Париж. И слова понеслись, обгоняя одно другое. Колыбель революции, город коммуны, сердце Франции. Ей казалось, что она слышит голоса солдат, которые бродят, теми брошенные, голоса пленных, они на дорогах бьют камень, над ними издеваются гитлеровцы, голоса беженцев, длинные страшные дороги, а люди бродят, бродят. Говорил французский народ. И дальше другие. И маленькая женщина, одна в пустом городе, слышала плач, тишину, слова гнева и надежды. Она писала, не останавливаясь, будто ей кто-то диктует. Клод прочитал и тихонько вытер глаза, испачкал лицо, рука была в лиловых чернилах. Денис, как ты такое написала? Тише. Она услыхала тяжелые шаги патруля. Потом громкоговоритель, установленный на машине, выкрикнул, заходите в дома! Время! Заходите в дома! Время! Национальное собрание, созванное маршалом Петеном, должно было заседать в Виши. Для торжества приготовили зал-казино. Здесь Монтиньище недавно играл в покер, а Жозефина, стараясь забыть чары Люсьена, танцевала танго с пресс-атташе Венесуэлы. Катастрофа застала в Виши несколько тысяч курортников, лечивших на водах свою печень. Зимой в некоторых гостиницах устраивали военные госпитали. Теперь раненые в халатах и больные уныло глядели на пеструю толпу. Виши нельзя было узнать. Сюда съехались не только сенаторы и депутаты, но весь цвет Парижа. Промышленники, спекулянты, крупные чиновники, журналисты, кокотки. На каждом шагу слышалось «Ах, это вы, граф! Эээ, жули, ты прорвался! Но где же наша цыпка?» все волновались. Сегодня большой день, гвоздь этого необычайного сезона, сеанс национального собрания. Лаваль хотел обойтись без церемоний, но Бретель любил ритуал. Решили похоронить третью республику с помпой. Тесса долго готовился к этому событию. Как всегда, он оставался оптимистом. Оправившись от дорожных волнений, он чувствовал себя здоровым и ему хотелось жить. Он подолгу доказывал себе, что затея маршала ему на руку. Из избранного он станет назначенным. Это спокойнее. Все же в глубине души Тесса был обеспокоен, невольно вспоминал слова Дессера. «Бедный старый клоп!» Конечно, Дессер рехнулся, но есть в его обидных словах доля правды. Тесса использовали. Его громким именем покрылись другие. А теперь его хотят оттеснить, кто поручится, что завтра его не выкинут. Для правых он радикал. В Бордо ему все улыбались, а здесь Лаваль прошел мимо и едва поздоровался. Когда лимонад готов, с выжатым лимоном не церемонится. Тесса хотелось заплакать. Все его обижают. Разве он не помог Лавальюх, кто ухаживал за поганым испанцем, когда нужно было договориться с немцами, кто доказывал радикалам, что компенские условия вполне приемлемы. Короткая у них память, да и свои его не поняли. Гордячка Денис, как он ее любил, как баловал, теперь немцы ей отрежут голову. Страшно подумать, Гиклер не шутит, поэтому и победил. Что будет с Денис? Тесса дважды высморкался, слезы шли в нос. Потом он вспомнил огненную шевелюру Люсьена и пугливо съежился. Люсьен обязательно замарает имя Тесса, это у него наследственное, он в дяде Робера, только Робер отделался четырьмя годами, а у Люсьена страшная хватка, врожденный преступник. «Да может быть Люсьена убили?» Кончится род Тесса, да и Франция кончится. Тесса махнул рукой, вдруг его лицо стало злым. Подлая полет, наверное, поет свои песенки перед немцами, и нет дела до национального траура, лишь бы помоложе и побойчей. А час спустя Тесса преобразился, достаточно было пустяка. Позвонил Бретель, спросил, как самокюзствие. Тесса понял, что он еще нужен. Правда, он отказался выступить на заседании с разоблачением масонов, зато он произнесет короткую и наяркую речь. Ему удалось установить, что в Юмоните были напечатаны объявления мебельной фабрики, владельцем которой является льзаский еврей. Тесса сможет воскликнуть золотые незримые цепи, связывали еврейский капитал с коммунистами. Так родилась преступная война. Последнюю минуту Бретель отвел Тесса в сторону. Лучше будет, если ты не выступишь. Тесса обиженно заморгал. Бретель объяснил. Вопрос так-то. Нервы страны обнажены, приходится считаться с галеркой. Вытащат старое Ставийского, народный фронт. Тесса согласился, но снова помрачнел. Он хочет жить, а под ним трясется земля. Слегка его утешил Грандель. Он приехал накануне из Парижа. Увидав Тесса в фойе-казино, Грандель подбежал, был мил, рассказывал о столице. В первое время было маловато народу, но теперь город мало-помалу наполняется. Хотят даже открыть оперу. В общем, немцы навели порядок. Держатся они хорошо, не скажешь, что завоеватели. Подошли депутаты, молча слушали Гранделя. Один сенатор сказал «Ого!» Нельзя было понять, восхищен он рассказом Гранделя или негодует. Держари крепко пожал руку Тесса. «Хорошо, что ты здесь, на посту. Я был убежден, что ты не оставишь Францию в трудную минуту». Тесса в знак благодарности чуть наклонил свою птичью головку. На остром носу сверкали мелкие капельки пота. Слова Держари его растрогали. Все-таки некоторые понимают, что Тесса принял на себя тяжкий крест. Разве легко подписать позорное перемирие и прийти сюда, чтобы участвовать в ликвидации своего прошлого? «Служу Франции», ответил он. «Кстати, Блюм здесь даже фуже. Интересно, что они будут делать при голосовании? Особенно фуже. Это не шутка лечь на скамье и высечь себя. Ха-ха, придется. Не посмеет же он голосовать против? Жалко, что нет Дюкана. Этот поджигатель войны, а где он? Кажется, в армии». Грандель вставил. «Наверное, первым сдался в плен, знаю я этих непримиримых». «А где Виар?» «Никто не знает. После нашего отъезда из Тура он пропал. Я слышал, что он удрал в Лиссабон через Испанию. Неужели испанцы его пропустили?» «Анекдот. Виар просит у генерала Франко визу. Говорят, что испанцы поставили на границу пулеметы, а всех, кто переходит границу, загоняет в лагеря». Теса усмехнулся. «Что такое история? Кадрильс? Вперед, назад, кавалеры меняют дам. Виара испанцы наверное посадили в лагерь, легко себе представить его негодование. Пенсне прыгает на носу. А картины? Неужели он оставил в Авалоне свои картины? «Во всякой трагедии есть нечто смешное. Меня забавляет судьба Виара. Как он должен был перепугаться, чтобы бросить свою коллекцию? Вы видите его физиономию?» Сзади раздался обиженный голос. «Если не видите, можете увидеть. Я нахожу Пойль твою иронию неуместной». Ты сообомлел. «Это ты, Огюст? Но откуда? Из Авалона. Почему тебя так удивляет мое присутствие? Я как всегда на посту». И Виар стал доказывать, что он горячий сторонник нового порядка. «Поражение нас вылечит. Мы должны взять пример с победителей. Почему Гитлер в Париже? Потому что он дерзал. Маршал Петтен показал себя новатором. Ему пошел девятый десяток, но он дерзает. Я первый его приветствую». Здесь даже Грандель смутился, а Теса про себя вздохнул. «Лисица!» Этот перехитрил всех. Наконец председатель потряс звоночком. Теса не прислушивался к ораторам. «Легко теперь говорить Лавалю, почему он молчал в сентябре?» Авиар срывает аплодисменты. «Блюм злится. Блюм, конечно, будет голосовать против. Его песенка все равно спета». Во время перерыва депутаты окружили Гранделя. Все перед ним заискивали. Грандель небрежно отвечал «Хорошо, я поговорю о вашем деле с Абетцем». Теса вспомнил бумажку, выкраденную Люсьеном, поморщился. «Все же обидно, что мелкий шпион стал спасителем Франции». После перерыва выступал Бретель, говорил о безнравственности, великом искуплении, поносил англичан и, под конец вытянув вперед руку, торжественно заявил «Победители показали себя великодушными». Теса зевнул старый лицемер. Его лотарингию, между прочим, отдали немцам. Балаган и притон скучный. Вдруг все оживились. На трибуну поднялся Фуже. Он сразу зарычал, «Когда враги отечества и малодушный заносят свою руку, договорить ему не дали». Началось голосование. Полчаса спустя председатель объявил «За пятьсот шестьдесят девять против восемьдесят». Теса чувствовал непонятную усталость, как будто он произнес очень длинную речь. В саду дамы кричали «Да здравствует лаваль!» Теса даже не позавидовал. У него болела голова, он уныло побрел в гостинице. Судьба над ним сжалилась. В салоне он видал прихорошенькую незнакомку с высокой грудью и ярким, как киноварь, ртом. Она напомнила ему полет. Он оживился, подошел к незнакомке и только тогда заметил, что у нее на глазах слезы. Плачущие женщины всегда казались Теса особенно привлекательными. Он взволнованно заговорил о страданиях Франции. Она кивала головой, он скромно вставил «Я как министр». Незнакомка улыбнулась. Она рассказала о своих мытарствах, потеряла в Невере чемодан. Старушка мать осталась в Париже. Здесь она искала своего дядю, который служит в Министерстве коммерции, но он, видимо, остался в Клермон-Феррани. Она не знает, что ей делать. У нее в сумке только сто франков. в Клермон-Феррани в Клермон-Феррани. в Клермон-Феррани в Клермон-Феррани. А для публики, во всяком случае, Маршал мог бы быть моим отцом. Он вдруг вспомнил все события исторического дня. Жесткий взгляд Бретейля, хитрость Виара, Бордов уже, отвратительную цифру 80. Нашлось 80 чисто плюев. Кстати, обязательно напишут в мемуарах, что они протестовали против капитуляции. В представлении потомства скучный день будет выглядеть как государственный переворот. А Теса во время сеанса мучила изжога. Он напрасно ел барашку по-индийски. До сих пор ему нехорошо и голова болит. Может быть от шампанского? Теса приподнялся, поглядел на сонную куколку и слезы подступили к горлу. Ты знаешь, что сегодня было в казино? Портье мне сказал какое-то важное заседание. Харакири. Ты не понимаешь? Сейчас объясню. Собрались депутаты, сенаторы, высыпил лаваль. У него куколка всегда белый галстук. А потом, потом мы покончили жизнь самоубийством. Ты не веришь? Честное слово. Объявили себя мертвыми и зааплодировали. 569 трупов, 80 нахалов. Вот и все. Теперь рядом с тобой призрак Теса, его тень. Он икнул и виновата добавил, не нужно было мне пить столько шампанского. Впрочем, теперь все равно акт о смерти составлен. Женщине хотела спать. Она все пересилила сон и вежливо сказала, зачем огорчаться? Когда немцы уберутся из Парижа, мы заживем по-прежнему. Ты сам говорил, что ты молод душой. Ты любовник? зевнула в руку и прошептала, ты настоящий любовник. Теса покачал головой, нет, это все было, а теперь я люблю ясность, логику, я тебе скажу откровенно, кто я. Клоп, старый клоп в щели. Он встал и нетвердой походкой пошел к умывальнику. Фуже вышел из казино сильно возбужденный. Он размахивал руками, что-то бормотал, разговаривал с невидимыми слушателями. Презренные трусы похоронили республику. За что умирали герои в Альми? За что дрались Пуалю Зардена? Позор, граждане! Позор! Весь мир брезгливо отвернется от Франции, которая лижет Гитлеру сапоги. Конечно, Фуже протестовал, но ему не дали сказать правду. Он идет в гостиницу, сейчас обед, официант принесет суп, потом Фуже должен спать. Мирный быт после происшедшего казался несносным. Фуже жаждал мученичества, свиста бомб, гильотины, а эти сидят на террасах кафе и пьют вермут. Всю ночь он шагал по комнате, не думая ни о Мари Луис, ни о сыновьях, задыхался от возмущения. Он попал в Коблинс. Да, Виши, это Коблинс. И кто во главе изменников? Если бы Лаваль. Все знают, что Лаваль продажная тварь, жадный оверньяк физиономии конокрада. Да и Теса его не удивил. Теса потаскуха, лишь бы его кормили. Но во главе предателей солдат республики старый маршал опозорена навек армия, опозорены и седины, кому теперь верить. Все заплевано, промотано, пропито, на террасах кафе и слава, и простая порядочность. Завтра будут кричать да здравствуют спасители Франции, великодушные Боши, будут присмыкаться перед пруссаками, пожалуй, Геринга объявит Жанной Д'Арк и не смешно, отвратительно. Кому говорил это Фуже? Бабочкам на обоих, мутному отображению в длинном зеркале, рассвету. В девять часов утра постучали. На полицейских были люстриновые пиджачки. Один сказал предписание об обыске. Фуже усмехнулся. Покажите. А почему оно не по-немецки? Учитесь немецкому языку, господа. Довольно переводов. Я люблю оригиналы. Впрочем, не смущайтесь. Вы ведь не защищали Вердена. Уже расчесал бороду, надел шляпу. Я готов. И да здравствует республика. На площадке лестницы он увидел Теса, который успел побриться и позавтракать. Теса спешил на заседание совета адвокатов. Увидав арестованного, он отвернулся. Лицо у Теса было строгое, торжественное, как на похоронах. А Фуже шел вниз и ругался. Дерьмо, господа, дерьмо. Генерал Леридо, еще будучи в Париже, говорил, когда война проиграна, продолжать войну бессмысленно, скажу больше, безграмотно, вот что. Братель хотел включить Леридо в состав делегации, которая должна была подписать перемирие. Леридо слег, у него сделался припадок печени. Он думал, повезло, оставить для истории свое имя, на таком прискорбном документе. При реорганизации правительства генерала Леридо назначили заместителем министра вооружений. Министерство разместилось в небольшом курорте Бурбули. Узнав, что в Бурбули лечат астматиков, Леридо огорчился. Он надеялся попасть в виши и заняться своей печенью. Астмой он не страдал, но все же каждое утро направлялся в ингаляторий. Говорил, война кончена, начинается восстановительный период, лечение никогда не повредит. Он выписал супругу, и, увидев ее сиреневый капот, просиял, жили они в гостинице, но она сразу внесла в неуютный номер нечто домашнее, вязание, электрический утюг, разговоры о дороговизне. Леридо был счастлив. Его только смущала ответственность работы. Он должен был сдавать немцам военное имущество, согласно тексту перемирия. Вздыхал, я раньше думал, что трудно вооружаться. Нет, Софи, куда труднее разоружаться. Он считал, что в его обязанности входит скрывать от немцев все, что может быть от них скрыто. С ним работал полковник Моро, и Леридо говорил полковнику, мы должны уже теперь готовиться к 1960 году. Да, да, ведь немцы сразу после поражения начали готовиться к реваншу. Это закон природы. Леридо радовался как ребенок, когда ему удалось скрыть от немцев 30 зениток. А Моро снисходительно улыбался. Вы напрасно стараетесь. Луна не воюет против солнца. Утром, вернувшись из Ингалятория, Леридо пил кофе. Постучали. Генерал думал адъютант или официант, крикнул «Войдите!» Вошел в Айс. Бывший радикал из Кольмара стал теперь закадычным другом Лаваля и членом смешанной франко-немецкой комиссии. Генерал был еще в халате для Ингалятория и походил на карнавальную куклу. Вайс, не выдержав, улыбнулся. Леридо почувствовал неловкость. Генерал должен импонировать. Мы живем на Бивуаке, а мой адъютант неопытен. Пожалуйста, генерал, простите ранний визит. У меня к вам срочное дело. Четверть часа спустя генерал вышел к Вайсу в полной форме с шестью ленточками на груди. Вайс его спросил в упор. Скажите, генерал, ведь в Монтпелье было сорок два средних танка, а вы сдали шестнадцать? Леридо кивнул головой и с удовольствием ответил. Разумеется, немцы указали шестнадцать. А наша подпись? Мне кажется, господин Вайс, что мы выполним наш долг перед потомством, если начнем. Вайс прервал его. Причем тут громкие слова? Шестнадцать это шестнадцать, а сорок два это сорок два. Какие у вас могли быть резоны, чтобы утаить двадцать шесть танков? То есть как? Леридо теперь кричал. Я выполнил мой долг. Я не позволю, что вы со мной говорили, как с мальчишкой. Я сударь французский солдат, вот что. Он приподнялся, и ему показалось, что несмотря на низкий рост, он смотрит на Вайса свысока, а Вайс пожал плечами. Нервничайте, генерал, это вам не битва, это серьезное дело. Я попрошу вашего начальника разъяснить вам, что такое арифметика. С этим Вайс вышел из комнаты. Леридо долго не мог опомниться. Он жаловался Софии, я не понимаю, почему мы должны поднести вчерашнему противнику 26 танков. Приезжает француз, друг Лаваля, человек, пользующийся доверием Бретейля, и говорит со мной, как будто он немецкий офицер. Это ненормально, вот что. На следующий день Леридо отправился к генералу Пикару, заготовил доклад, политики вроде Вайса вмешиваются военные это противно указаниям маршала. Но Пикар, сухо поздоровавшись, сказал, вы, кажется, поверили болтовне де Голля. Напрасно. Не позднее середины августа ненцы будут в Лондоне. Вы не молодой человек, у вас есть опыт, ваше боевое прошлое вас обязывает, вы не можете пойти с изменниками. Леридо растерялся, он едва выговорил «Я этого не заслужил». Пикар понял, что погорячился. Расстались они друзьями. А вернувшись в Бурбуль, Леридо начал наводить порядок. Кричал «Вы отвечаете, майор, за станковые пулеметы!» «Это не булавки, вот что! Мы должны показать нашему бывшему противнику, что мы выполняем принятые обязательства даже в мелочах, до последней пуговицы, капитан! Вы меня поняли?» После ужина он завел политический разговор с Моро. Авантюрист Деголь прогадал. Я это предвидел. Немцы собрали на побережье основательный кулак. Вы скажете, пролив чепуха. В Нарвике они опрокинули все представления о десантных операциях. Через месяц Гитлер будет в Лондоне. Это как дважды два четыре. Я дохожу линию Лаваля правильной. Конечно, мы военные не должны вмешиваться в политику, но теперь мы имеем дело не с парламентскими интригами, а с судьбой Франции. Я вам скажу откровенно, победа Германии нам выгодна. Мы сможем занять видное место в Новой Европе наряду с Италией. Когда Гитлер покончит с Англией, останется Россия. Конечно, Красная Армия это не сила, но пространство, мой друг, пространство. Я убежден, что Гитлеру придется прибегнуть к нашей помощи. Мы сможем выторговать некоторые уступки. Генерал Пикар считает, что получив Киев, Гитлер отдаст Лиль. Теперь представьте на минуту, что побеждает Англия. Это катастрофа. Чарчилль никогда не простит нам сепаратного перемирия, а Деголь связан с темными элементами. Меня не удивит, если он вступит в переговоры с коммунистами. Да-да, от этих людей можно ожидать всего. Я лично предпочитаю немцев. Это бывшие противники, но это честные люди. Может быть, ты, Рутон, или вчерашние депутаты колеблется. Для меня выбор сделан. Мы действительно должны помогать немцам неформально, но от всего сердца. Вот что. Ваше мнение, полковник? Моролинево ответил, я вам уже говорил, что луна светит отраженным светом. Трудно спорить против фактов. Конечно, если немцев побьют, с нами не станут церемониться. Я тоже думаю, что лучше жить в бурбуле, чем висеть на дереве. Несколько дней спустя генерал Леридо устроил маленький пикник. С Софи и с полковником поехал к горному озеру. Они добрались в машине до деревни, оттуда по тропинке прошли до озера. Пейзаж несколько озадачил Леридо. Серые камни были нагромыжены как бы в преднамеренном беспорядке. Суровость этого зрелища не смягчалась ни деревом, не цветами. Только кое-где меж камнями рос жесткий колючий кустарник, серый, как и все вокруг. Серой была вода. Леридо подумал мир после капитуляции. Помнил почему-то зеленый лес в Орденнах, девочку без ног. Они взяли с собой холодный завтрак. Моро поднес супруге генерала коробку с глазированными каштанами. Местное специальное. Рассудительная Софи вздохнула. Сумасшедший! В такое время потратить 80 франков на конфеты. Показало солнце. Озеро стало розовым. Леридо успокоился, даже разъезжался. Природа — это абсолютное равновесие чувств. Софи напевала арию миньоны. Моро поглядывал на нее нежно и насмешливо. «Будешь курочка моей!» А Леридо дремал. Воздух был, как крепкий настой. Веселил и расслаблял. Услышав взволнованный голос садъютанта, Леридо не сразу опомнился. А когда пришел в себя, закричал «Кто вам позволил?» «Сегодня воскресенье!» «Как никак мы не на фронте!» «Господин генерал!» «Случилось несчастье!» Виновником происшествия, омрачившего воскресный отдых генерала, был капрал 287-го линейного полка в прошлом рабочий завода «Стен» Легре. До мая Легре просидел в концлагере возле Брянсона. Заключенных заставляли таскать камни на гору. Зачем этого никто не знал. Легре не возмущался, не спорил с солдатами, сторожившими заключенных. Что-то в нем оборвалось. Он замолк. Глаза стали скучными и пустыми. Лицо обросло седой жесткой бородой. В мае солдат неожиданно освободили. Полковник произнес перед ними речь несколько раз повторил «Франция больна». Освобожденных отправили на итальянскую границу. Легре даже вернули нашивки Капрала. Он воспринял перемену в своей судьбе как малоинтересные события. Но прочитав, что немцы вошли в Бельгию, очнулся, стал походить на прежнего Легре агитатора и бойца. По-другому он теперь сжимал винтовку и только сетовал, что его полк не отсылает на север. Он хотел попасть на фронт, но в успех боя не верил. Всю эту зиму в лагере он думал об одном — ослепили. Францию заговорили, одурачили и с большой страны сделали Монако. И эта обида так пришибла его, что он не верил в воскресенье. Недолго пришлось ему гадать. Месяц спустя на Францию напали итальянцы. Полк Легре стоял возле малого Сен-Бернара. Легре защищал Дот. Четыре дня итальянцы вели ураганный огонь, но защитники держались. Настал день передышки. Принесли горячую пищу. Газет не было. Лейтенант, приехавший из Шамбери, рассказал, что немцы заняли Париж. Никто не знает, где французское правительство. Солдаты загудели. Может, и нет его. Наверное, фашисты захватили власть. Лаваль, Дорио, вся банда. Значит, нам умирать за Лаваля? Не хочу. Легре вспылил трусиш. За Лаваля никто не хочет умирать. Только откуда ты знаешь, что теперь правительство Лаваля? Говорят, мало ли что говорят, Лаваль не станет воевать. Он у Муссолини свой человек. Не знаем мы, кто там, Легре показал на запад. Но вот кто перед нами, это мы хорошо знаем. Здесь не может быть ошибки. Как хотите, а я фашистов не пущу. На минуту зажглись его пустые глаза горем и злобой. Товарищи поддержали Легре. На следующее утро итальянцы предложили сдаться. Французы ответили отказом. Они продержались еще пять дней, отрезанные от мира. Легре, как во сне, услышал «Перемирие подписано». И тогда он выругался «Вот теперь Лаваль». Они вышли и увидели рядом с французским полковником двух итальянцев. Кто-то пробормотал «Макаронщики». Легре снова потух. Он молчал. Его батальон случайно не распался. Стояли они в Клер-Мон-Феране. Возле города был большой арсенал с боеприпасами. Смутно, как свет сквозь воду, доходили слова до сознания Легре. Он слышал, как майор сказал лейтенанту Брезье «Среду сдаем немцам». Была горячая ночь после дождя, неосвежившего мир. Легре стоял на часах. Он думал о Жозет. Она ему ни разу не написала. Может быть и писала, не доходили письма. А теперь и почты нет. Поезда не ходят. Все распалось, как жизнь Легре. Где Мишо? Где партия? Может быть рядом сердце соседа? Да может быть далеко? Все случилось, как они предсказывали. Пришли гитлеровцы, нашли здесь друзей подручных, лакеев. Даже страшно, до чего точно об этом писали в Юма два года тому назад. А сколько горя. Разорили страну. Немцы все вывозят. Станки, сахар, башмаки. Пленных они не выпустят. Что, если Мишо попал в их руки? Теперь они пойдут на англичан, а потом на русских. Крысы, голодные крысы. Неужели всему погибнуть труду, героизму, да и простой человеческой жизни? Так началась ночь с длинных унылых мыслей. Не первой ночью томления была она для Легре. Днем он пытался говорить, спрашивал глухим натреснутым голосом, глядел пустыми глазами. Люди отмалчивались. Все были потрясены случившимся, пришиблены, искали родных, искали крыши и хлеба. Никто не задумывался над трагедией. Ее переживали. Но когда рассвет раздвинул деревья, в голове Легре созрело решение. Оно пришло помимо него, не было ни взвешено, ни проверено. Его продиктовало сердце. Оно было выводом из тех этих сумасшедших недель, из ненужной защиты Дота, из жалоб беженцев, из рассказов бродивших вокруг города бездомных и голодных солдат, из наглых на трусливых слов майора в среду сдадим. Нет, они не сдадут, и те не получат. Легре отослал трех солдат в город. Лейтенант Брызье спал у себя. Кругом не было ни души. Легре погиб один, погиб просто, скромно, искренне, как жил. лейтенант 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 камни, камни, он сказал статей, все взорвали, все разбомбили, даже природу, даже сердце. Жолео устроился. Лавону Вей начала выходить из Парижа. Из Еши шли франки, отмен сил Жолео получал марки. На толстях жаловался, что немец и Зибург скуп и дурно пахнет. Посадите его в одну клетку с сарьком, сарек и тот задохнется. Генерал фон Шаунберг благоволил к Жолео. Ему нравились легкомысли и пестрые оперения марки. А Жолео померк, погрустнел, даже розовая рубашка его не красила. Он редко шутил и стал молодцительным. Возвращаясь из редакции, садился на кровать, не раздевался, молчал. Если жена спрашивала, что с тобой, скачал головой, ничего. Вчера пришел в редакцию Бритейли. Жолео не стал читать статью, написал в набор, а Бритейли сказал так плохо, что скоро начну молиться. Жолео не придумывал больше сенсационных заголовков. К чему стараться? Газеты все равно никто не читает, парижане брезгуют, а у немцев свои газеты. Часто жолео получал статьи неуклюже переведенные с немецкого. Он заменял слово «мы» другим немцам. Лавуанувель должна была выглядеть французским органом. За это жолео платит. А Бритейли? Наверное, и Бритейлю платит. Да и кому теперь нужен Бритейли? Странно вспомнить 6 февраля верные речи в палате, что это было прежде. Тогда была Франция, а теперь в редакции сидит обер-лейтенант Франк с глазами розовыми, как у белого кролика, аккуратный и злой. Бритейль приехал, сказал жолео жене. Скоро все покажутся, силовали и песа. Жена вздохнула. Лев от этого не станет. Я сегодня обегала весь город, нет мыла, вообще ничего нет. все вывезли. Ясно. А уехать некуда. В Марселе то же самое. Эти крысы съели Европу, как головку сыра. Бритейль рассказал, что ДСР застрелился. Где-то в Авернис. Вот тебе героический акт вместо Марны и Вардена. Смешно? Съезжаю, что мне пришло в голову. Вдруг железно крыл окно и перешел на шопот. Вдруг здесь все-таки подъехал. Ты представляешь себе, какой невероятный стандал? В один вечер разойдутся пять миллионов экстренного выпуска, а но все-таки это здорово. Как их будут резать, бог ты мой. Ради этого стоит повисеть на фонаре. Желе направился в редакцию, по дороге решил выпить апперетил, пока они еще не все вылокали. Выбрал маленькое кафе на боковой улице, сюда, наверное, не заходят немцы. Молодая служанка, припухшими от слез глазами, подала стакан почти. Желе вынул газету. Он не читал, он и не думал ни о чем. Теперь он часто погружался в такое оцепенение, ему казалось, что он куда-то плывет. И засветела дверь, вошел немецкий офицер с тяжелой телеской с мутными глазами. Он вежливо поздоровался. Никто ему не ответил. Служанка принесла кружку пива. Немец предложил ей присесть. Она молча отказалась. Он выпил вторую кружку и снова обратился к девушке. Красотка, нельзя быть такой молчаливой, почему вы ничего не говорите? Она закрыла лицо под носом и ответила «Сударь, я француженка». Офицер расстергился. Он встал и уже в дверях крикнул «Поглядите на себя в зеркало, ваша мамаша спала с негром». Служанка долго вслипывала. «Почему у нас не было танков?» Жиле сказал. «Танки были у ТСА». А плакать ничего. Связами вы их не уничтожите. Это крысы, их нужно убивать. Я этим не занимаюсь. Нет, я от них получаю денежки, как все. «А что мне делать? Даже Марселя нет. Вообще ничего не осталось, только Боша и тоска». «Перестаньте плакать, как теленок. Получите лучше два пассива, все может хорошо кончиться. Я буду на фонаре, а вы будете танцевать с каким-нибудь Марсельцем. У нас в Марселе чертовски танцуют». Бретель пробовал доказывать взывал к справедливости и к логике. Генерал фон Шаумберг был непроницаем. Глядел на Бретеля голубыми круглыми глазами, спускал облако едкого сигарного дыма и время от времени глухо повторял. Нет, нет. Можно было подумать, что из всех слов у него осталось только это. Генерал фон Шаумберг считал, что с французами нельзя разговаривать серьезно. Ему понравился жалео. Он угостил ужином актрис Мюзикхолла, говорил, Франция это прекрасный курорт, а Париж чудесный кафе Шантан. Бретель был для генерала серьезным французом, то есть дураком. Бретель растерялся уже в Бордо, когда услышал немецкие требования. Он думал играть в покер, скрывать карты, хитрить. Вместо этого на него прикрикнулись. Особенно ему удивило немецкое требование прекратить после перемирия все радиопередачи. Он пожал плечами, они хотят, чтобы Франция поменела. Тетен отправил Бретеля в Париж. Нужно разрешить ряд срочных дел. В свободной зоне голодают миллионы бездомных, а немцы не хотят впускать в оккупированную зону беженцев. Пленных заставляют выполнять тяжелые работы, раненых держат под открытым небом. Обо всем этом Бретель сказал генералу. Тот внимательно слушал, а когда Бретель спрашивал, вы со мной согласны, равнодушно отвечал нет. Бретель упомянул, что в Лотарингии оккупационной власти снимают вывески на французском языке. Генерал слегка оживился, сказал, в Лотарингии нет оккупационных властей, это часть Германии. Бретель не выдержал. Впервые он позволил себе отойти от сона дипломата. Я лотарингец. Он Шаунберг осторожно скинул петель в сигары в чернилицу и промолчал. Бретель вернулся к вопросу о беженцах. Генерал скучая, чистил ногти и зевал. Наконец он решил прекратить ненужную беседу. Я не могу входить в рассмотрение деталей. Для нас это не детали. Это жизнь или смерть миллиона французов. Отказ германских властей мешает сотрудничеству между двумя народами. Я надеюсь, нет. Бретель встал. Сухой и высокий он походил на немецкого офицера, и фон Шаунберг почувствовал некоторую неловкость. Хотел объясниться. Жалею, что не мог вас ничем порадовать. Мы стоим на разных точках зрения. Вы рассуждаете как дипломат, а я прежде всего военный. Для меня Франция побежденная страна. Конечно, мы можем быть великодушными, но в ваших пожеланиях я не нашел ничего достойного участия. Генерал поглядел на Бретеля и раздраженно добавил, нет, сударь, нет, только на улице Бретель опомнился. Стаб фон Шаунберга помещался в тишенебельной гостинице на площади Конкорд. Бретель обвел глазами широкую пустую площадь. Отсюда немецкие флаги. Прохожих нет. На набережной маршируют немецкие солдаты. Раз, два, раз, два, серо-зеленые, а кругом все голубое, небо, пена, дома. Бретель вспомнил и поморщился. Сам. Да, эти чувствуют, что они победили. Они отъенели от победы, десять лет не прокрежлятся. Нет, нет, зачем говорить с таким человеком о сотрудничестве? Его не сумели поставить на колени, теперь он заставит нас ползать на брюхи. Бретель повернул на улицу Руаэль. Шел, задумавшись, не слышал, как его окликнул часовой. Немец подбежал и выругался. На мостовую, старый дурак! Бретель послушно сошел с тротуара, потом остановился и начал смеяться. Смеялся он редко, его самого испугал скрипучий смех. Все смешно, что согнали в тротуар, что убил когда-то Грине, что генерал на все отвечал «нет». Особенно смешно, что нет больше Франции. Есть Париж, улицы, дома, вывески, есть престарелый маршал, есть сорок миллионов горемык, а Франции нет. Вот где бы сказать, как фон Шаунберг, нет, нет. А что есть? Бретель испугался своего вопроса. Подворотни на пустой улице он смокал губами, повторяв слова знакомой с детства молитвы. Молитва не утешала, слова скользили, ничего не оставляя после себя. Проходя мимо Сент-Агистен, Бретель зашел в церковь. Там было прохладно и спокойно, ни беженцев, ни ненцев. Возле ризницы Бретель увидел знакомого священника, а Бат его благословил. Бретель спросил, как здоровье? «Трудно. Я оставался все это время в Париже. Мы видели столько горя. Молю Господа, чтобы он простил слепым нашим правителям, а не оставили народ. А эти, у них нет совести». Бретель закрыл глаза. Аббат не мог догадаться, как он его взволновал. Бретель вышел из церкви, шагал заводной манекен, высокий костлявый человек в черной шляпе, вожак верных, неоднократно посылавший людей на бесславную гибель и живший надеждой на загробную встречу с сыном, лотарингит без лотарингии. «Все в прошлом, уж нет неверных, неверой, негорсточки французской земли, а по улицам бродят пруссаки, горланят, разворачивают пакеты, колбасы, ботинки, чулки, куклы, подарки невестам, разговения Германии, запасы про черный день, тело Франции и ее кровь». Бретель шепчет «Причастились». Осипшая женщина кричит «Клаву Анувэль, последний выпуск, можно купить газету». Бретель развернул лист, прочитал «Принципы сотрудничества восторжествуют». Эту статью он продиктовал вчера до визита к фон Шаундергу. Впрочем, завтра он напишет «Принципы сотрудничества восторжествовали». «Дежинцам хорошо на дорогах, пленным чудесно в плену, Франция нежится под немецким сапогом «Жилео- редактор», а Бретель пишет. Так он проходил до того часа, когда громкоговорители завопили «Заходите в дома, время!» В своей нежилой квартире, глядя на раскиданные по диванам платья срачные жилеты, ленты, Бретель громко зевал. Потом он решил работать. На листе бумаги поставил крестик, зачем-то написал «Томление человеческого духа». Отложил перо и снова прошел по комнатам, остановился перед детским стульчиком, постоял без мысли, без молитвы и снова сел к столу. Он быстро писал «Его превосходительству господину генералу фон Шаунбергу ввиду усиления подрывной деятельности сторонников Англии и Деголя, я считаю необходимым, чтобы германское командование сделало жест, способный внести умиротворение, хотя бы впустило в Париж многодетных матерей. Со своей стороны, я готов работать совместно с вами для уничтожения английских агентов, коммунистов и приверженцев Деголя, я предоставлю комендатуре список дурных французов». Он долго писал. На стене неподвижно стояла тень, длинная и острая, как от шеста. Те дни парижане сидели по домам, не могли привыкнуть к немецким солдатам на улицах. Аньес утром ушла в лавку. Длинная очередь была молчаливой, люди старались ни о чем не думать. Поиски килограмма картошки или бутылки молока отвлекали. Если их говорили, то о близких пропавших без вести. В одной исчез муж, у другой сын. Какой-то старичок в очереди вздохнул. А Франция? Никто не ответил, но все подумали, тоже пропало. Как вещицы на столике покойника, памятники Парижа доводили до слез. Поэты сжимали немые лиры, маршалы мчались на мертвых конях, бронзовые ораторы говорили с голубями, люди вспоминали, возле статуи Дантона я поджидал Мадлен. Не хотелось продолжать эту иллюзорную жизнь, и все же люди жили, стояли в очередях, варили бобы, писали письма, написывали старые адреса, уже не существующие, а почты не было, одинокий город слышал только непонятные песни немецких солдат до птичьи гомон в тенистых скверах. Был сквер и неподалеку от школы, где жила Аньес, несколько платанов. Под широким деревом Дуду жадно хватал ручонками золотой теплый песок. Посенний Аньес был рядом, муглый мальчик, порывистый и нетерпеливый, как Пьер. Вначале Аньес хотела выбраться из Парижа, манил ее Даг, где жил отец. Услыхав, что немцы и в Дагте, Аньес насупилась, что-то в ней дрогнуло, закрылась последняя лазейка, сказала себе, значит, жить с ними. Она продавала старьевщику платья, книги, безделки, этим жила. Ее существование тупое и сонное походило на зимнюю спячку зверя. Так жила не только Аньес, так жил Париж. О нем в те дни говорили повсюду, издевались над ним или его жалели, а Париж ничего не чувствовал, как больной на операционном столе, не способный уже сбросить маску с хлороформом. В душный вечер, уложив деду, Аньес села возле окошка. Время шло мимо. Ее вывел из полусна легкий стук. Кто может прийти в этот час? Да только они! Никогда она не думала про немцев иначе. Они! Зачем они пришли? И Аньес отчетливо подумала, если смерть, я к ней не готова. Открыв дверь, она увидела трех подростков. Они за нами гонятся. Аньес провела их в пустой неубранный зал. Старший объяснил, я солдат, артиллерист, а это мой брат, его товарищ. Мы из БВ. Дошли спокойно, только вот здесь у метро нас остановили. Мы бегом звонили, стучали, никто не открылся. Наверное, все уехали. Внизу раздался настойчивый стук. Аньес заметалась. Что делать? Взрок вспомнила в кладовой ящике. Она быстро втолкнула туда юношей, накидала поверх тряпье, оставшееся после беженцев. Потом зачем-то схватила на руки сонного дуду и побежала к двери. Вошли два немца, один француз. Кто здесь проживает? Я и мой сын. Ему четыре года. Больше никого. Смотрите. Француз вошел в первую комнату, заглянул в стенной шкаф, почему-то взял книжку, лежавшую на столе. Один из немцев вежливо сказал, простите, сударыня, это ошибка. В Лондон сражаться. Аньес удивилась сражаться, но ведь перемирие подписано. Жан возмущенно крикнул, кем? Предателями? Тише, сыкнул солдат, обратился к Аньес. Война не кончена, я был в Дюнгерке, брат и Жак еще не призывались, но теперь все честные люди должны сражаться. Что они сделали с Францией в Бове? Нет, не хочу рассказывать. А война еще не кончена. Мы слышали радио, из Шартра нужно пробираться в Британь, а там легко рыбаки довезут, главное выбраться из Парижа. Я достал пиджак, плащ, но видите, на нем были солдатские штаны. Аньес засуетилась сейчас. Среди хлама, брошенного беженцами, нашлись и брюки. Солдат примерил, все рассмеялись. Немного коротки, но сойдет. Аньес вдруг сказала, у меня мужа убили на фронте. Зачем победа? Ей показалось, что она спорит с Пьером, на минуту вспыхнула. Важно другое, что на душе, а люди думают о границах, о карте. «Мы мы думаем именно о душе?» закричал Жак и снова солдат цыкнул тише. «Да, да, о душе». «Разве Франция это на карте? Это вот здесь. Если ее не будет, я не смогу жить, а мне восемнадцать лет, я хочу жить, очень хочу. Погибнем, кто-то спасет. У вас сын, это и есть Франция, разве не так?» Она покачала головой. Слова ее не убедили. Нарасставаясь с тремя юношами, она крепко поцеловала каждого, и на глазах у нее были слезы. Потом она села возле дуду, все плакала, плакала. Продолжалось это несколько минут. Она думала, что прошло много времени. Вдруг стрикнула, кинулась к окну. Два выстрела и близко. Закричал, проснувшись дуду. С грохотом подалась дверь, в комнату вбежали немецкие солдаты. Аньес увидела французского полицейского, того, что приходил прежде. Француз кричал, «Вот она!» Немецкий офицер что-то сказал, аньес подхватили два солдата. Офицер говорил французу, «Как вы их прозевали!» Плакал дуду. Аньес потащили к машине. Аньес пронеслось в голове одуду. Когда она слабо вскрикнула, немец сказал, «Это вам не любовные объятия!» Ночь была особенно темной. Аньес показалась лес, за деревья она приняла дома. Потом ее провели по длинному коридору. Пахло кожей, капустой, мочой, ее втолкнули в пустую комнату. «Это не тюрьма», подумал Аньес. «Но что здесь было раньше?» На полу пятно отчернил. «Может быть, школа?» Показалось муглое лицо Пьера. Он заглядывал через плечо в школьную тетрадку и целовал, целовал. Какая яркая лампочка у самого потолка. Она села на пол возле стены, помнила дуду один и охватила отчаяние тихое и плотное, как обморок. Вдруг она вздрогнула, прочитала на стенке слова, нацарапанные гвоздем или булавкой «Прощай, мама!» «Прощай, Франция!» Роберт. Почему Аньес захотелось приписать «Прощай, дуду?» Почему это оказалось ей облегчением? Но гвоздика не было. Она посмотрела на свои коротко стриженные ногти и заплакала. Потом подумала, они говорили, что прозевали. Значит, те спаслись, проедут к своему генералу. Шаг милый. Из тех событий ее жизни сейчас это было самым важным, спаслись. Ее повели на допрос. Немецкий офицер отослал переводчика. Он хорошо говорил по-французски. Зачем-то сказал Аньес, я два года провел в Гренобле, красивый город. Был любезен, старался успокоить Аньес. За вашим сыном ухаживает, уговаривал, скажите, кто эти люди, и мы вас отпустим. Молчание Аньес его раздражало. Сударыня, у меня нет времени. Вы молчите. Следовательно, вы английская шпионка. Она кивнула головой. Да, ее глаза стали мягкими и нежными, такими они были в Бельвилле под чердачным оконцем, когда Пьер смущался и бушевал. Она тихо продолжала. «Да, шпионка. Зачем вы пришли к нам? Теперь все против вас, даже дети. Я вам не скажу, кто эти люди. Слава Богу, вы их не поймали. Это главное. А меня можете убить. Я не нужна. Я даже стрелять не умею». Она почувствовала, что теперь готова к смерти. Это чувство приподымало, веселило. Еще недавно она спорила с тремя юношами. Теперь ей хотелось повторять без конца их речи. Здесь, перед этим розовым опрятным офицером, какой у него пробор. Немец отодвинул чернильницу. «Довольно ломаться. Вы здесь не для декларации вы даете показания. Извольте отвечать. Вы знаете этих людей?» «Знаю». «Кто они?» «Французы». Офицер вышел из себя. Обычно корректный, год тому назад, свиньемюнзи, пленявший дам хорошими манерами, он подбежал коньес и ударил ее по лицу. Она не крикнула, машинально поднесла руку к рту и удивилась. Кровь! Она была сейчас вне присущих человеку чувств, не испытывала боли, не возмутилась грубостью нарядного надушенного офицера, как будто ее напоили. Было это самоотрешением, подъемом. «Люблю», повторяла она, «и дуду люблю и Пьера, и отца, и Жака, и Робера, и тех, что в последний день Парижа спускались по горбатой улице, усталые, несчастные». Один ей сказал «Прощайте». «Нет, здравствуй, милый, вот мы и вместе, Пьером, Парижем». Это она говорила на скамье в коридоре. Ее отвели к полковнику. У него был шрам на щеке, а рыбьи глаза стояли. Полковник предложил Анье спесть, сказал «Я хочу вас спасти. Скажите, кто эти люди?» «Неужели вам не жалко вашего сынишку? Я вам это говорю как отец, у меня две дочери». Анье с изумленной на него поглядела. Он вывел ее из другого мира. Ответила она глухо, как будто разговаривала сама с собой. «Жаль сына». «Нет, я сегодня все поняла. Если один умирает, он кого-то спасет, обязательно спасет. Народ, мой народ». Она вспомнила, что ее допрашивает, стала обычно сутулая, выпрямилась и заговорила чужим голосом. «Вы отец?» «Неправда». «Да вы знаете, кто вы?» «Бош! Бош!» полковник позвал часового. «Уведите». «А вам, сударыня, конец». Глядя мимо него, она ответила, «Не Франции и не конец, конца нет». Денис не кинулась к нему, не обняла его, ничего не сказала, она только не сводила с него потемневших глаз, и ни то страх был в них, ни то восторг. Мишо улыбался, потом ему стало не по себе. «Что с тобой, Денис?» Он так мечтал об этой встрече. Девять дней тому назад он ударил часового камнем по голове, камень был горячим от солнца, короткая тень ненца пропала, Мишо пролежал до ночи во враге. Одежду ему дала старая женщина, предложила остаться у нее до утра. Он глядел на беленую стену, а женщина перешивала пуговицы. Пиджак был ее покойного мужа, директора католического патронажа Сен-Жюст. Мишо спрашивал, что в газетах? Она отвечала, газет теперь не читает, газеты стали немецкими. Стучали стены и часы, паузы были длинными, а с ней они не думали, изредка разговаривали и странным был их разговор. Его Легре зовут, тоже коммунист, я живу на другой земле, я верующая, а Гитлер ненавижу, потому я вас пустила. Они расклеили в Сен-Жисти приказ за помощь пленным расстрел. Меня вели, отложили на день, утро было, птицы, мне пятьдесят восемь, это близко от смерти, но это еще жизнь, все перепуталось, муж думал, что мы погибнем от вас, я тоже так думала, может быть, это было правдой вчера, а теперь я получала ордер, дюкан писал, что коммунисты патриоты, дюкан понял поздно, а вы все опоздали, и пришли они, я думаю, сейчас где правда не на один год постоянное, ее мутные глаза остановились на гипсе распятие, сквозь щель окна засерел рассвет, перед Мишо была Денис, горячая и живая, он помял кепку, простился, и вот Денис рядом, но она не смеется, он ее поцеловал у нее холодные губы, Денис, что с тобой, видишь, я ушел, спасся, она расплакалась, как ребенок, с шумными слезами, Мишо успокаивал, спасся, не плачь, Денис, сквозь слезы она говорила, Мишо, ты меня поцеловал, мне стало так страшно, я не верю, что я живая, ты не понимаешь, я не умею сказать, мне кажется, что мы все умерли, а живем для вида, немцы приказали, он не сразу ответил, не хотел признаться, что и сам не раз это чувствовал, после Араса, говорил себе, нельзя быть малодушным, его поддерживал образ Денис, он почему-то думал, что Денис его встретит улыбкой, теплом руки, жизнью, растерялся от ее отчаяния, молча гладил руку. Это было в маленькой мастерской лудильщика возле Порт-де-Версави, здесь Денис и Клод печатали листовки, до той минуты, когда она увидела Мишо, Денис была спокойной, говорила Клоду о борьбе, о силе, о победе, сейчас они были одни. Не плачь, Денис, пришел Клод, он не заметил Мишо, запыхавшись, радостно бормотал, шрифт завтра будет, понимаешь? И вдруг кликнул, Мишо, ты, теперь мы спасены, Денис, мы спасены, понимаешь? Для Клода появление Мишо было победой, торжеством их дела, и его радость вернула силы Мишо, он понял, как его ждали, начал стыдить себя, Денис думала, что стыдит ее. Будем работать. Это замечательно, что Клод с нами, Клод, замечательно, что ты нашел шрифт, будем печатать листовки. Денис вздохнула, самое больше пятьсот. Для начала и это хорошо. Приходится начинать сначала, юма печатали полмиллиона, а нас все-таки побили. Нужно пережить это время. Сейчас все честные люди растеряны, а мерзавцы торжествуют. Я сегодня видел листок Дорио, до чего он горд. Можно подумать, что он взял Париж. Нужно все пережить. И главное фашизм. Да ты понимаешь, что это значит пережить фашизм? Об этом будут писать как об Эре, тысячи книг напишут через сто лет, а мы за нашу жизнь переживем и победим еще как Денис. Денис схватил его за руки. Мишо, перед ней был прежний Мишо, значит и она живая, и жив Париж, и можно это пережить, можно победить. Флот сказал, у них большая сила, каждую ночь проходит, теперь они с юга идут к морю, хотят Англии взять. Мишо усмехнулся, хотят, только неизвестно возьмут ли, разве они Париж взяли, Париж им в рот свалился, я тебе не говорю, что у них мало сил, сколько я танков видел, и порядок, все по-немецки, но сорвутся они, обязательно сорвутся, может быть в Англии, может быть в другом месте, не знаю, но сорвутся, мы сильнее. Ленис приподнял обровенье, как сильнее, не считай, Англия, то есть плод, авиация и народ, Америка, завоеванные страны, все народы, Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Франция, Польша, Чешесловакия, кем, я на пальцах считал, армии нет, но народ тоже сила, а в самой Германии, думаешь, нет наших, есть, погоди, а главная сила Россия? У них пакт, вздохнул Клод. Ну и что? Гитлер обязательно нападет, разве он может вынести, что такое государство существует, это даже ребенок понимает, здесь-то русские ему покажут, мы увидим, Денис, Красную Армию, обязательно увидим. Скажи, еще как, Денис засмеялась, скажу, еще как, ты не знаешь, что стало с Парижем. Вчера я видел, как немец ударил рабочего револьвером по голове, тот свалился, немец даже не обернулся. Жемье обвинили в том, что он слушает лондонское радио, его пытали два дня. Немецкий офицер сказал Мари, у вашего папы пиджак в крови, принесите новый. Она принесла, офицер взял пиджак, унес, а вернувшись, говорит, вы еще здесь? Чего вы ждете? Ваш отец уже в английском раю. Мишо, это люди? Нет, фашисты. Я тоже видел ребенка. Нет, не буду рассказывать. Но счастье будет, Денис, большое счастье. Неужели ты не веришь? Ты пойми, мы победим, это совсем просто, как то, что день после ночи или весна после зимы. Иначе и не может быть, иначе и не бывает. Какие у нас чудесные люди. Душу отдать готовы. А кто у них? Грабители или выродки. Обязательно победим. И тогда будет счастье. Как о нем стасковались люди. О большом и простом счастье. О самом простом. Жить, дышать, не бояться шагов, не слушать сирен, нянчить детей, любить. Вот как мы с тобой. Будет счастье. Она ответила торжественно, как аминь. Будет. В то жаркое утро Андре долго отсиживался у себя на вышке. Он боялся города. Вчера он узнал, что Лорье избили. Кричали, «Жид!» сорвали с мертвого глаза черную повязку. Андре в ярости бегал по мастерской. Зачем был тот холм, та дружба? Его оставили, а Лорье куда-то увезли. Одним глазом он смотрит на этот страшный город, город-предатель. Зачем Андре вышел из своего убежища? Зачем шагает по ненавистным улицам? И снова красота любимого города вопреки всему овладела им. Париж опозорен и был все еще прекрасен. Сжимались кулаки, а глаза невольно любовались. Дымчатые дома, острова Сен-Луи, таинственная, как лето, вода сены, бледное, едва намеченное небо. Все это соблазняло и успокаивало. Мы видели и не то, мы были, мы будем. Мы — это лютеция, корабль, Париж. Он пошел к шатле. Дивился, все еще не мог привыкнуть к тишине. Исчезли автомобили. Люди не смеялись, разговаривали в полголоса. А под аркадами улицы Револи раздавался сухой четкий стук. Немецкие солдаты шли в магазины или в рестораны, как на параде, отбивая шаг. Женщины были бледнее прежнего, то ли они перестали румяниться, то ли захерели. Все хотели выглядеть стереей, ничтожней, неприметней. А Андре подумал, как насекомые. Тело без души, архитектура кости Парижа, не Париж, другой и чужой город. И вдруг он вздрогнул от Рева труб. Он не заметил, как дошел до площади опера. На широких ступенях театра сидели немецкие музыканты, серо-зеленые, они дули в трубы. Было в немецком марше нечто оскорбительно убогое, родственное топоту под аркадами. Жизнь отбивала такт солдатским сапогом. Вокруг на террасах кафе нежились немецкие офицеры, окруженные пестрыми девушками. А небо было все тем же, высокое небо Парижа. Андрея прислонился к стене. Ему казалось, что он напряженно старается понять происходящее. На самом деле он не мог думать. На него снова нашло оцепенение. Несвязно мелькали отдельные картины. Монокль в глазу офицера, фонтан нимфа с высягшим кувшином, высокая трава на дорожках тюльяри и холм. Тот холм. Его вывела из себя девочка. Продавала вечернюю газету. Он брезгливо отмахнулся. Она шепнула, как заговорщик. Я знаю, у меня сестренка. Он дал ей монету и случайно увидел на листе дату. Не выдержал, улыбнулся. 14 июля. Может быть, поэтому немцы дули в трубы. И никто не помнит что сегодня праздник. Стоят в очереди за молоком. Пуглево прячется в подворотнях. Париж взял бассилию. Он увидел ночь, карусель с голубым слоном, каштан, фонарики. Где теперь Жанет? Неужели она бродит по этому проклятому городу, не узнает знакомые дома, вместо друзей встречает терозеленых? Или уехала, послась? Но куда можно уехать от такого горя? Где спастись? Обманутой дано мне умереть. Тогда это были слова рекламы. Никто не хотел понять, что ночью кричит одинокая женщина, что с ней кричит Франция, мертвая в дорожной пыли, в крови. Он говорил это себе, уже взобравшись в свою мастерскую, стоя у окна. Улица Шерш-Меди. По ней идут немецкие солдаты. Жозефина сегодня сказала, открой ресторан, нужно жить. Она поглядела на Андреа униженно, как будто он ее оскорбил своим молчанием. Да, она будет варить рагу для немцев. Сапожник будет им набивать подметки, цветочница умрет, придет другая и протянет букетик тому с моноклем. Улица как Париж, никому не дано выйти из этого круга. Нет, выход есть, можно повеситься на этом крюке. И Андреа больше не мог отвести глаз от черного значка на серой стене. Он состеснялся, услышав, что стучат в дверь, как будто его накрыли на чем-то недозволенном. И только подойдя к двери подумал, кто это может быть, если они? И не додумал. В мастерскую вошел немец. Увидев серо-зеленую шинель, Андреа улыбнулся. В общем, так лучше. Можете меня вести, вещей с собой не возьму. Вы меня не узнали? Я жил у госпожи Коат. Мне очень нравились ваши пейзажи. Мы с вами познакомились в кафе «Курящая собак». Немец хотел обязательно поздороваться, но Андре не подал руки. Помню, вы занимались рыбами. Это называется... забыл слово. Ихтеолог? Да, кажется, так. И вы мне сказали, что Париж будет уничтожен. Наверное, вы занимались у нас не рыбами, а шпионажем. Знали все тайны берлинского двора. Ну что, вы довольны? Париж вы, правда, не уничтожили. Нужно вам где-нибудь стоять, вот и выбрали город. Андре подошел вплотную к немцу. Вы думаете, что вы взяли Париж? Глопости, сударь. Больная фантазия. Париж ушел. Вы скажете, возвращают? Не отрицаю. Жозефина ресторан открыла, возвращаются люди, а не Париж. Париж не вернется, его сейчас нет нигде. И довольно разговоров. Ведите меня. Куда? Не знаю, вам видней. Комендатуру к стенке, в яму, черт вас, побери. Немец молчал, Андре продолжал ругаться. Наконец немец сказал, почему вы меня обижаете? Вас нельзя обидеть. У вас танки, раз, бомбардировщики, два, пулеметы, три, автоматы, четыре, и ваша тупая голова, пять. А что у меня? Вот этот крюк? Ведите меня, или я вас задушу. Мне некуда вас везти, я даже не знаю, зачем я к вам пришел. Очевидно, вспомнил и потянуло. Сегодня лейтенант мне сказал, что я плохой немец. Странно, может быть, завтра меня расстреляют. Вот как? В голосе Андре не было ни удивления, ни сочувствия. Он раздосадованный пожал плечами, он ждал смерти, а вместо нее оказался ихтиолог с переживаниями. Что же вам не нравится? Харчи или боитесь, что вас скушают рыбы в Ла-Манше? Не умею объяснить, что мне не нравится. Мои соотечественники в Париже, мне не нравится, что я у вас, вот в этой шинели. Угу, вы ведь эстет, пепельные тона и прочее. Вы понимаете, сударь, что я француз, понимаю, это и мешает мне говорить, я думал, что мы люди одной культуры, а между нами ров, не знаю, чем его можно заполнить, и я не знаю, голос Андреа стал мягче, должно быть кровью, без крови здесь не обойдет. Разве ее мало? Много, но не та. А теперь уходите, я знаю, что должен уйти, все это очень неуместно, мой визит глуп, я вам задам сейчас дурацкий вопрос, почему-то меня это мучило, относится к грамматике, эта улица называется Шерш-Меди, то есть ищу полдень, почему? Так звали когда-то нахлебников, искали где бы пообедать задарма, вроде вашего Гитлера, а имя хорошее, ищу полдень, только улицы не искала, здесь здорово спали, ставни закрыты, ирины, улица искала полночь, и вот пришли ваши, вы думаете мне легко, нельзя жить, как мы живем, нас все ненавидят, я шел вчера по улице Монш, навстречу шла женщина, увидела меня и шарахнулась, как от смерти, я лично никого не убивал, но это не имеет значения, я мог бы сказать, виноват Гитлер, это самое легкое, но это неправда, виноват и я, нужно сделать выводы, постараюсь, до свидания, прощайте, может быть завтра вы окажетесь хорошим человеком, но тогда я вас не увижу, теперь честность приходится доказывать кровью, вот какое подлое время, и ничего нельзя понять, зачем вы пришли сюда, вздор, будь вы коммунист, дело другое, эти могут что-то сделать, у нас они чуть было не победили, а теперь ты, Сай, ваш лейтенант, но что вы будете делать, вы один в поле, впрочем, и я один, а вместе нас не двое, вместе мы нои, между нами жизнь, если вы хороший человек, вы меня не осудите за то, что я вас плохо принял, вы были немцем из Любека, чудак, пили кальвадос, а теперь вы серо-зеленый, все дело в Париже, немец ушел, и Андре как-то сразу забыл о нем, будто никто не приходил, прошелся несколько раз по мастерской, голубые сумерки ввалились в окно, пейзаж висел против окна, и Андре остановившись глядел, карусель, каштан, фонарик, тень вдалеке, это было тоже 14 июля, Жанет тогда еще улыбалась, Париж еще танцевал, ходил с флагами, надеялся в другой жизни, а написано хорошо, это его лучшая работа, это и есть Париж, Париж остался, сожгут музей, уничтожат картины, все равно Париж останется, Андре улыбался, он подошел к окну, улица Шерш Меди, закрыты наглухо ставни, а на фасаде как всегда черный переплет, в чердачном окне мертвый цветок, бродят голодные коты, и плачет цветочница, кричит новорожденный, улица ищу полдень, а полдень я найду, обязательно найду, цветы праздник в небе, мед, маки, лазурь, Париж днем. Он не слышал, как, надрываясь, кричал громко говоритель, «Заходите в дома! Время! Время!» Август 1940-го, январь 1942-го. Продолжение следует...